А кто сделал шрифт, которым я всю жизнь пользуюсь? Пацаны, погодите, погодите. А у нас на логотипе мы обречены. Какой шрифт? Антох, у нас не ферракот случайно? Нет, был раньше, по-моему. Был? А, на какой-то ранней версии, короче, да, у нас мы сделали логотип. Ну такой, ну а какой еще программистский шрифт? Ну конечно, ферракот сразу же. Смотри, сейчас у нас Никита засуга. Пару версий. Я тут видел в Берлине, короче, на митинге, кто-то сделал стикеры, там митинг за Навального, ну что-то там, короче, такие стикеры, и вот там ферракот был. Иду по митингу, там у всех на сумках наклеены на пальто. Ты выходил, это мой шрифт. Ну снял. В 2018 год, по-моему, я прихожу на Хабр, и самая популярная статья, там, за год или даже больше, с большим отрывом, это статья, там, как она? Мое зачарование в софте. Я такой читаю, ну это какой-то перевод какого-то западного большого дядьки, наверное. Вот, знаешь, вот эти настоящие американские программисты, которые секут в вещах, я такой читаю, блин, как все, как глубоко копает, как отлично написано. А потом он мне говорит, так это вот наш парень. Я такой, так зачем, чтобы вы его перевели? Просто он на английском мне написал. Да, он написал на английском, но и перевели. Да, это был странный момент, когда, типа, реально чуваки на русском перевели, перевели на русский статью, которую я написал изначально на английском. Ну вот, ну мне дальше приходили, почему-то что-то странное, типа, ты как-то себя чувствуешь по этому поводу, типа, ну а что такого, да? Ну, я бы и сам перевел, но мне просто лень, на самом деле, если честно, вот. Ну, блин, не знаю, ну, тоже, знаешь, видишь, как бы, ну, переживать про это, ну, то есть, немножко так, так, совсем чуть-чуть, ну, типа, ёкнуло, что там, да, это сделали без моего спроса, там, типа, еще что-то, но с другой стороны, ну, плохого вроде ничего, типа, люди прочитали статью. Ну, ты пишешь, чтобы люди ее прочитали, ну, вот больше людей ее прочитало, почему нет-то? Вот, я же, ну, типа, не пытаюсь на этом зарабатывать, типа, карьеру строить на статьях. То есть, статьи – это тоже такой сайт, сайт-проект, поэтому чем больше прочитать, тем лучше. И я точно не помню, у тебя же несколько достаточно успешных сайт-проектов. Ну, типа, ну, типа, у меня есть фейерокод, это шрифт и датаскрипт, это библиотека для кложи. Ага. Успешно. У тебя не сработала вот эта комьюнити-фигня, что они в какой-то момент начинают сами все делать? Слушай, ну, тут интересно, типа, опенсорс, что должно быть так, вроде бы, что ты что-то запускаешь, если тебе нравится, начинать, а потом просто отходишь, и оно само живет. Не работает. Ну, типа, это две разных вещи, типа, опенсорс и комьюнити. Ну, типа, ты можешь просто выложить код, а комьюнити – это отдельная работа. И вот в эту работу я не очень умею, типа, там, знаешь, организовывать людей, типа, объяснять им, что надо делать, направлять их, нам как бы сложно дается. Мне проще самому сделать, поэтому у меня не получается комьюнити. Со шрифтом там еще хуже, типа, чтобы делать шрифт, тебе нужна программа, там, что-то, типа, за 300 евро, как минимум, просто чтобы открыть его. Поэтому там очень сложно контрибьюшены принимать от кого-то. Вот. С кодом проще, но там… Ну, у меня приходили чуваки, помогали, то есть у меня есть пара кусков достаточно больших, которые пришли чуваки, запилили, такие, вот, да, мы с ними пообсуждали, типа, да, и закоммитил. Вот. В основном по мелочи. То есть иногда приходят люди и делают какую-нибудь мелочь, которая, там, типа, на 10 минут, ну, типа, спасибо, прекрасно. Но, типа, ну, как бы это все равно требует твоего внимания. А на самом деле, как бы, ну, чтобы совсем освободиться от проекта, надо его, наверное, передавать. Я вот пытался… У меня есть еще одна библиотека, РАМ, я ее пытался передать. Берт Контряк там пытался передать. Вот чувак поработал над ней полтора года. Ну, нормально так поработал, но вот тоже выдохся, такой, и все, говорит, забирай обратно. Ну, так что… Окей, а со шрифтом-то что? Ну, ты вот его сделал, пользуйтесь, вот шрифт готов, что там надо постоянно перерисовывать? Ну, как бы, да. Но, типа, приходят… Ну, во-первых, люди приходят с запросами, можно их посылать нафиг, можно не посылать. Вот. А во-вторых, с Фомо какие-то идеи появляются. То есть с шрифтом, как с кодом, ты просто доделываешь потихоньку какие-то новые-новые штуки. Мы просто не понимаем, дай пример какой-нибудь, что там можно доделать в шрифте. Ну, буквы дорисовывать. Ну, типа, у меня там есть какие-то буквы, я сейчас вот делаю стилистические альтернативы. То есть хочешь такую букву, а хочешь другую, типа, можешь выбрать. Вот. Там новые лигатуры. То есть у меня шрифт на лигатурах строится. Какой-то там в скале придумали новый оператор, там, из четырех звездочек и трех процентов. Люди приходят и говорят, нарисуй лигатуру. Или там, знаешь, какой самый адский язык, это, по-моему, R, судя по запросам на лигатурах. Там чуваки приходят и говорят, вот у нас есть оператор, типа, процент, доллар, процент. Нарисуй, чтобы это как-то логично выглядело. Я такой, как это может логично выглядеть? Какие проценты, доллары? Что там вообще можно придумать? Вот. И типа, да, ну, такие запросы болтаются. Вот, да. А вообще, как бы, на самом деле, это не демишн для шрифта. Да, обычно шрифты действительно люди делают. Ну, вот нормальные шрифтовики. Они их сделали и продают, и все. Иногда они, типа, приходят там раз через 10 лет и какую-нибудь ревизию наводят, и какой-то там, ну, что-нибудь доделают. То есть, ну, допустим, что можно делать в шрифте? Ты можешь дорисовывать буквы. Например, доделать кириллицу или греческие символы, или там диакритику какую-то, да, если у тебя не было ее изначально. Можешь делать альтернативу. Можешь, ну, вот, лигатуры делать. Вот. А сфера код, ну, я, типа, как программист, я взял, как я умею, типа, как всегда, зарелизил версию, а потом продолжаю бесконечно делать апдейты к ней. Поэтому это не очень типичный шрифт. Ну, и там сразу всплывает куча штук, что на самом деле, типа, операционная система, например, не очень готова к тому, что shift будет обновляться. Обычно ты, типа, его поставил и, типа, и забыл про него, а новую версию уходит, как это видно. Я бы на твоем месте сошел с ума от чувства несправедливости с ферракодом. Ну, то есть ты вот... Какой несправедливости. Ну, ты до этого сказал, что, типа, если у тебя кончатся деньги, тебе придется устраиваться опять на работу. Вот в моем понимании того, как работает современный мир, если ты сделал штуку, которую знают абсолютно все, чтобы ты понимал, я там, типа, первый раз устроился на работу, когда программистом, вот я уже знал про ферракод. Типа, я его уже поставил. Я не устраивался никогда работать программистами, я откуда-то знал про ферракод. Да. То есть это штука, которую, ну, типа, знает абсолютно вся индустрия, и уж как минимум у тебя не должно быть финансовых проблем каких-то после того, как ты сделал вещь, которой, блин, миллионы людей пользуются. Ну, потому что это какое-то, знаешь, это поп-культурное явление, как будто бы. Это что-то оттуда, если ты сделал что-то известное. Да. А у нас как-то прижилось так, что известные люди, все, у них все хорошо всегда. Если ты известен, все нормально. Ну, мне кажется, это иллюзия немножко такая. Я почти уверен, что, допустим, блин, ну, не знаю, ну, допустим, известные писатели тоже, мне кажется, там, может быть, 0,1% писателей там нормально живут, а остальные находят время между основными двумя работами там, чтобы пописать книжку и что-нибудь такое. Даже известные, скорее всего. Ну, ты-то не из числа тех, которые... Есть выбросы, да? Ну, ты как бы не из числа тех писателей, которые что-то просто пишут. Тут как бы и про проекты, и про статьи, и про все вот такое ощущение, что, блин, все что-нибудь дознают из того, что ты делаешь. Не, ну, блин. Ну, это же тоже, видишь, типа, допустим, феррокод, я думаю, стал популярным, в том числе, потому что он бесплатный, да? Есть, допустим, хороший шрифт Pragmata Pro, там, он стоит сколько там, типа 69 евро или что-то такое. И он гораздо менее популярный, хотя тоже хорош. Вот. Ну, типа, блин, короче, в принципе, как бы, какой-то выхлоп от этого есть, потому что у меня есть Patreon, и туда нормально так закинули денег, народ, и до сих пор закидывают. Не то чтобы, видишь, не то чтобы я хочу, типа, жить на то, что я делаю шрифты, да? То есть я даже не пытался этого делать. Поэтому, как бы, это просто такой сайт-проект, типа, ну, приятный. Вот. Ну, типа, зарабатываю я другим. Ну, это как бы разные вещи. То есть нужно понимать, какие вещи ты делаешь для удовольствия, какие вещи ты делаешь для того, чтобы зарабатывать деньги. Смотри, ты взрослый дядька, у которого куча успешных проектов, и как программист ты успешен, и карьерно успешен, и так далее. И как бы остается история, что тебе надо, там, типа, что-то делать, чтобы выживать, и это странно. Ну, да. Не повезло родиться в богатой семье, что я могу сказать. Ну, на самом деле, наверное, ну, у меня есть такой вопрос, да. То есть мне кажется, что если немножко по-другому надо строить карьеру вначале, прям с молодости, да, наверное, можно заработать побольше денег. Типа устроиться в Google, там, сразу после университета, или что-то такое. Ну, я предполагаю, что есть, наверное, программисты, которые живут в Google, и они там уже заработали себе на пенсию. Ну, вот, я не заработал почему-то. Не знаю, почему. Наша рубрика с Raytheisen Digital. Единственные пять минут пользы и осмысленных разговоров про IT за весь подкаст. А помнишь, еще раньше было, что вот iPhone такой выпускает по одной модели в год, и такие iOS-еры этим Android-разработчикам. Вот, смотрите-ка, нам всего один телефон поддерживают. Ну, максимум парочку старых еще, а у вас их там, зоопарк целых всех фирм, у всех по сто моделей. А сейчас как бы выходят iPhone-ы там по четыре в год. Четыре. Прошлый год модель еще до хрена у кого. Да и позапрошлые, в принципе, еще неплохие. Тоже там штуки четыре-пять. Потеряли преимущество? Или все равно норма? Или вы придумали какой-то новый аргумент говорить, что это все на самом деле так и надо? Ну, наверное, здесь... Я не знаю, какой здесь может быть аргумент. Может, кто-нибудь найдет, как-то сможет это перевернуть, что так и надо было. Но мне, конечно, больше нравилось, когда было одно разрешение экрана. Там, как первые iPhone, они были первые сколько, получается? Четыре, пять. Пять версий, да, с самого первого по 4S. Разрешение было одно и то же. Ну, как одно и то же. Три с половиной дюйма. И у него четкость только изменилась. То есть логических точек осталось столько же, сколько и было. Просто пикселей стала плотность. Два раза больше. Но разработчикам пофигу, сколько пикселей. Это влияет только в очень редких ситуациях с какими-то растеризациями и прочее. То есть в 99% кейсов, когда мы кнопки красим, мы не задумываемся о том, какое разрешение на телефоне. Нас интересуют только логические вот эти точки, и то не всегда. Соответственно, первые пять поколений iPhone имели одинаковое вот это вот логическое разрешение. Было очень удобно вплоть до того, что разработчики в те времена, и я так никогда не делал, разработчики в те времена на Stack Overflow встречались. На клавиатуру накладывали какие-то свои кнопки сверху, просто потому что они по пикселям высчитывали, где эта кнопка будет, и можно было там что-то там подрисовать. Ну и вот какие-то такие вещи делали, потому что не ошибешься. То есть можно было подогнать точно по пикселям, и знать, что ты как бы попал. Ну, соответственно, как только появился пятый iPhone, он вытянулся, да, все-все эти разработчики пошли прахом, ну, наверное, потому что это изначально были дурацкие практики, не надо так, не надо ничего хардкодить, да. Вот. Конечно, стало хуже в этом смысле, но SDK так организовано, что все не очень плохо. Вот, например, наличие iPhone, которые без кнопки, да, наличие вот этой вот моноброви и, ну, места снизу, там, где вот полосочка такая, его тоже нельзя занимать. Ну, в смысле, занимать-то его можно, но если ты туда поставишь какую-нибудь кнопку, да, там пользователь вот эти свайпы делает, этим будет не очень удобно пользоваться. Там для этого есть специальные инструменты, которые, они, ну, как бы помогают об этом не задумываться, то есть они универсальны для iPhone, там, и с кнопкой, и без кнопки. С разрешением немножко посложнее, потому что никакого универсального инструмента для этого нет, да, и все-таки, когда дизайн разрабатывается, там, сколько текста поместится, да, там, и прочее, и прочее, насколько этим будет вообще удобно пользоваться. Но это, слава богу, ответственность больше на дизайнерах лежит, да, как сделать интерфейс так, чтобы он и на iPhone, и там, маленьком, более-менее им пользоваться можно было, и на среднем, и на большом он не был просто, вот, там, не дотянешься никуда. Вот. Для нас, как для разработчиков, на самом деле, да, это иногда как-то усложняет жизнь, но по моим ощущениям, не сильно. То есть, тьфу-тьфу, даже вот эти, там, четыре современных экрана, они, кстати, на самом деле, iPhone-то разные, но у двух из них экраны одинаковые, насколько я помню. У 12, ну, в смысле, 13 и 13 Pro, по крайней мере, в дюймах. А, и то есть, они для тебя как одинаковые модели просто получаются? Нет такого, что вот если модели с одинаковым экраном, но все равно чем-то разные? Только одинаковые, одинаковые. Вообще, отличие по моделям айфонов, с точки зрения разработки, оно минимальное. Оно выстреливает только время от времени на доступности каких-то SDK. Например, когда впервые появился Touch ID, да, то ты, ну, все сразу пошли в авторизацию делать вход по Touch ID. Но тебе нужно, очевидно, сделать какой-то ивчик логический, да, и продумать интерфейс для телефонов, которых Touch ID в принципе нет, да. Какое-то это вот сообщение для нишек. То есть, какая-то такая история. А вот, что он там чуть побыстрее, помедленнее, у него камера получше, похуже, если это не какая-то очень узкая специфическая задача, да, завязанная там на разрешение, количество кадров, еще что-то. А таких, как правило, мало, да. То есть, вот в обычной такой продуктовой разработке такого нет. Это там какое-нибудь приложение там специально для работы с камерой, там что-то может быть. Как правило, на это можно вообще не обращать внимания. Я же работу поменял недавно. Типа уволился из JetBrains. И вот последний месяц, типа мысль о том, что через месяц у меня отпуск, там две недели хотя бы, и не надо будет больше приходить в JetBrains, меня так настроение поднимало. Я просто сам себе удивился. Понимаю. Через годик я планирую тоже уволиться и не работать какое-то время. Ну вот видишь, эта история с какое-то время, это как... Ну вот мечта есть всегда в голове такая, знаешь, неосознанная как бы, не такая, про которую ты скажешь, это моя мечта, но всегда хочется какое-то время ничего не делать. И вот как только наступает этот момент, когда ты должен ничего не делать, ты сразу такой, блин, я не могу так, мне что-то нужно. И решить... Я программирую, это собираюсь для себя, только не на дядю, разница только в этом. Так-то мне нравится. Подожди, то есть ты сейчас уволился из JetBrains, устроился куда-то еще, и хочешь только всего годик поработать и вообще на пенсию, так что ли? Ну, не, ну, блин, это зависит от того, получится или не получится. Если мне получится поднять какой-нибудь проект, который будет приносить достаточно денег, то я буду заниматься им. Если не получится, то у меня деньги кончатся в какой-то момент, и опять придется работать. А ты... Я-то недавно думал об этом, вот реально, есть же мечта, ты, короче, программируешь на работе, и ты такой, мне это не нравится, мне не нравится работать программистом, но я люблю программирование. И ты такой, буду делать свой проект. И вот там будет кайф. Но ведь настанет момент, когда у него будут пользователи, и те же самые бизнес-причины, которые делают твою работу на работе говном, они же придут и сделают твою работу на своем проекте таким же говном, потому что это не в работодателях дело, а в том, как все это устроено. Ну, может быть такое. Ну, да, есть на самом деле типа два вида людей. Люди, которым нравится начинать, и люди, которым нравится поддерживать. Вот если тебе нравится начинать, то ты типа приходишь, начинаешь что-то делать, а потом, когда все это хорошо, тебе нужно менять работу. Ну, типа, ответ в том, чтобы менять постоянно работу, я думаю так. То есть я не хочу сделать такой проект, который типа привяжет меня к себе навсегда, и все, типа, ну, надеюсь, что так не получится. Но типа существующие проекты, да, у них есть небольшой вес, иногда приходят какие-то запросы, и ты думаешь, блин, мне сейчас вообще неохота этим заниматься, но вроде как надо научиться отпускать, короче. Почему-то в LLC JetBrains такое вроде престижное место, куда все хотят. Слушай, ну я не могу просто в больших компаниях работать, мне нужно чувствовать типа импакт и принимать решения, ну вот, большой компании, просто винтик. Там это так работает? Ну, было такое ощущение, да. Просто мне это кажется, что здесь он уже как бы вроде, ну, не Microsoft, где ты делаешь что-то для чего-то, для чего-то на каком-то супер-мега-нистском уровне, ну как-то мне на самом деле. Ну, короче, да, JetBrains не гигантский, это же там не 10 тысяч человек. Ты вроде как делаешь такой продукт для своих, знаешь, вот прямо для своих, ты вот к тебе пришли и такие сказали, ну вот там у меня в ADE-шке что-то тормозит, ты такой, сейчас позвоню, все, давайте пацаны исправим, мне там попросили исправить, и такой исправляешь. Я себе это так представляю. да, да, ну на самом деле там все равно, ну не знаю, там, знаешь, и как-то идеологически тоже я не сошелся, ну то есть люди как бы там программируют на Java и Kotlin, им типа нормально, им все нравится и собирают Gradle, а я там, мне это не нравится, я типа видел, как можно делать это просто, и мне не нравится, насколько это сложно здесь, допустим, и меня это вот каждый день по чуть-чуть точило, типа вот, типа я делаю что-то не то, все плохо. Вот с вебом у меня была такая же история, когда ты долгое время работаешь и потом понимаешь, что люди делают, тратят кучу усилий на то, чтобы преодолеть сложность, которую там сами же они или другие люди для них создали, да, типа зря вообще. Все могло быть гораздо проще и прямее, но нет, типа, и всем типа окей, а ты такой, вы не видите что ли, ребята, вы занимаетесь херней, типа как так-то, вот, а все такие, что ты ноешь, типа, вот, и вот мне как-то веб один, в один момент заколебал, а во второй момент у меня джава точно так же заколебала, вот, и, короче, я пришел на кложу, потом мы переиграли это все на котлин, и стало, или стало сложно, короче. Слушай, а с вебом ты что имеешь в виду, бэк или фронт? Ну, фронт, наверное, в первую очередь, ну, да, фронт, верстка. Слушай, я в какой-то момент решил, я думал, как ты, и я, короче, отпустил, ну, то есть, я такой подумал, ну, наверное, они знают, что делают, а ты до сих пор думаешь, что они... Нет. Они кто, в смысле? Фронтендеры, да. Не, фронтендеры, может, и знают, я просто сам не хочу быть сейчас говорил, вот вы решаете сложность, которую сами себе и придумали, я точно так же думаю, а они говорят, нет, на самом деле, это существующая сложность, и на самом деле, иначе нельзя. Вот. Они не правы, да? Ну, я думаю, что они не правы, конечно, то есть, типа, ну, там, когда тебе нужно тривиальную какую-то вещь сделать, типа, взять квадратик и поставить его вот сюда, и, типа, ты не можешь это сделать, тебе нужно, там, 10 каких-то хитрожопых свойств как-то назвать, и потом выйдет апдейт хрома, и это все сломается, но это ненормально, типа, это не должно быть, можно гораздо проще, вот. Ну, веб, типа, очень высокоуровневый язык, но у него нет низкого уровня, ты не можешь, когда тебе нужно, типа, взять контроль в свои руки, сделать, как тебе нужно, тебе нужно играть в эту высокоуровневую игру, и это... Ты думаешь, это проблема... То есть, вот они всегда говорят, когда я им так же говорил, я говорил, вот простейшая вещь, делается пиздец сложно, это неправильно, такие, да, но мы не делаем на работе простейшие вещи, мы делаем сложные, и у нас все сделано для того, чтобы делать сложные вещи, и поэтому действительно получается так, что очень простую вещь сделать сложную, но на самом деле тебе ее никогда делать не надо, ты приходишь на гигантские проекты, и там вот эти сложные вещи делаешь с помощью наших сложных, замудренных инструментов, и это правильный путь. Ну, фиг знает, ну, типа, судя по тому, что я вижу, да, как выглядят сайты, и как они ломаются, и какая у них производительность, типа, ну, я не верю просто таким фронтендерам, вот, и судя по тому, что там Google, допустим, уже тоже сдался и перешел на Canvas, то типа, это, что-то не так, видимо, и WebAssembly. То есть это прям такая же проблема разочарования софтей, и дальше пошла. Такая, наверное, про WebAs была? Нет, я имею в виду, дальше уже, типа, видишь, ушел с WebAs в Java, и все равно то же самое. А Java на самом деле была давно, еще до WebAs, то есть в самом начале карьеры я начинал как Java-программист, и первые пять лет, типа, я работал на Java, потом, типа, я прям вот настолько выгорел, что поклялся себе никогда на ней не работать, вот, но вот теперь вот вернулся в JetBrains, там по каким-то там ситуативным обстоятельствам, такой, да, понял, типа, в Java я не хочу работать точно, не зря тогда. Ну вот, еще какой-то я подкаст ходил, на подлодках, что ли, у них был какой-то, типа, бар после докладов, и там пришли чуваки спорить со мной на тему Gradle, типа, они там утверждали, что Gradle это нормально и очень удобно, а я утверждал, что это очень сложно и непонятно зачем, вот, и они меня прям так это, ну, растеребили, то есть я там что-то прям чуть ли не кричал, короче, вот, то есть меня это все очень живо волнует, и, ну, я темно, я не хочу такие эмоции испытывать постоянно на работе, не вывожу просто, вот, поэтому, просто ухожу в сторонку, вот. Интересно. Слушай, я, я немного в себе скучаю по этому, ну, я не знаю даже, как это назвать, вот, по такому, по таким эмоциям, потому что, я что-то совсем, мне ничего не болит, реально, я так далеко все что-то отпустил, что мне даже страшно стало, я какой-то аморфный, скучный кусок дерьма, я такой радуюсь, что купил я стиральную машину, господи. Ты просто постарел раньше Никиты. Да, я что-то вообще постарел, поскучнел. Слушайте, я тоже хочу разочароваться, я снова хочу в чем-нибудь разочароваться. Блин. Да, блин, а здесь все выглядит так, что это правильный путь, что ты такой, вот, это все неправильно, горишь, бомбишь, ссоришь со всеми, а в какой-то момент такое, это все неправильно, и бог с ним, типа, делайте как хотите. Правда, сам не продолжаешь делать, если ты сам продолжаешь так же делать, ты никогда это не отпустишь. И что дальше хочешь делать? Нет, да, мое решение, я вот написал вот эту статью про разочарование, сам же ее прочитал, типа, посмотрел, типа, что с чуваком этим происходит, с автором, и такой понял, что, ну, просто нужно отойти в сторонку и делать что-то другое, то, типа, с чем тебе комфортно. И вернулся в Джаву. И вернулся в Джаву, да? Да, да, да. Так, а теперь то, что будешь делать? Вот ты здесь разочаровался, ушел, тут разочаровался, ушел. Вот этот годик, который ты себе отвел. Я в Кложу вернулся, в Кложу мне все нравится. Кложу это такой прикольный язык, что я, типа, вот сейчас немножко попрограммировал, и такой, думаю, блин, как хорошо. А он же тоже чисто ФП-шный, да? На что ты имеешь в виду чисто их слышно? Ну, знаете, как у ОП есть три столпа, у ФП это алгебраические типы, потом иммутабельность from the box, и как его, бля, функции высшего порядка, по-моему. Ну, да, кроме алгебраических типов, наверное, да. Ну, там вообще типов нет, не алгебраических никаких. Типы есть, их просто писать не надо. А что ты на нем делаешь? Сейчас я пытаюсь начать писать UI-фреймворк, потому что я решил, что раз я не могу писать в вебе приложения, надо писать десктопные приложения, вот, и делать это на коже. Слушай, а в десктопах все тоже очень-очень плохо. Я сейчас делаю... Поэтому я делаю свой. Делаю кроссплатформенное приложение, и это просто кошмар. Типа, это, блин, чертов кошмар. Я не знаю, я там стандартными методами... Ну, то есть вообще стандартными инструментами делаю там список на 100 элементов, и оно, блин, уже глючит. Типа, ты переходишь на этот экран, где эти, список на 100, сука, элементов, и у тебя так фризится, и ты такой, ну, бля, ждите, 95-й год. Я сижу за своим Windows 95, и открываю приложение, в котором тысяча элементов, и нет лага. Типа, что, почему? Что произошло? Это хороший вопрос, да, ну, типа, программистов компьютеры стали мощнее, и по ней все заставили апгрейдиться. Я не знаю, ну, типа, реально, были медленные компьютеры, писали быстрые программы, стали быстрые компьютеры, стали писать медленные, ну, типа, вот. Слушай, я могу понять историю, что вот у меня, допустим, YouTube студия лагает, да, ну, которая вот в вебе, херня, чтобы каналом YouTube управлять, она там вся, ладно, она в анимациях во всяких, там, и так далее, то есть она типа навороченная, UX, но я такой, ну, хрен с вами, но если сделать ненавороченную, типа, вот вообще на родных, то же самое VG будет, почему? Ну, на самом деле нет, ну, типа, просто, если у тебя просто веб-страница без JavaScript, скрипта, она довольно неплохо рендерится, вот, но Relayout обычно лагает, так, ну, в смысле, это и проблема, про что я и говорю, типа, почему проблема веба в том, что ты это все не контролируешь, ты поменял какой-то маленький элемент, и он вызвал перевычисление вообще всего окна, и у тебя, ну, все лагает, допустим. Это не проблема веба, это сейчас проблема вообще всего, типа всего UX. Да, слушайте, я тут такой видал этот, вот сейчас Rockstar выпускает переиздание классической трилогии GTA, GTA 3, Vice City, и какая там еще, San Andreas, и утекли системные требования, то есть, еще они неофициально вроде как не опубликованы, но была какая-то утечка и вроде как с официального сайта, и эти требования выше, чем GTA 5, хотя, типа, они взяли старые игры, ну, и они будут выглядеть так же, просто они там повысили разрешение, поменяли освещение, что-то там докрутили, какие-то вот штучки, но, в принципе, оставили их старыми, они их даже хотят через год на мобилке выпустить, то есть, это не ремастер, ну, так, ремастер просто, и у него системные требования выше, чем, блин, у GTA 5, которая, ну, нет, подожди, ремастер имеется в виду, там, переделали модели, новые текстуры, вот это все, вот это они сделали, типа, а здесь, как бы, здесь тоже еще, очень мало, Rockstar, они же такие, знаешь, они же все тихоряда до последнего момента, никогда никому ничего не рассказывают, но, якобы, по слухам, вот они будут, ну, просто чуть-чуть покрасивее, посовременнее выглядит, но игра останется вот такой же старой игрой 2005 года, просто не, ну, разрешение, допустим, подтянут, и что-то там чуть-чуть пора в грядет, но, типа, не, 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 можно просто переделать, ну, типа, на современном, там, движке и современным качеством, типа, оставить сюжет тот же самый, да, но переделать, как с Diablo 2, допустим, произошло, на них, ну, ремастер, то есть, это современная игра, просто, типа, геймплей старый, а все остальное современное, ну, вот здесь будет не так, здесь будет не так, ну, если не так, то это, конечно, отстой, на самом деле, эту штуку про системные требования, я никогда не понимал, типа, что это за цифры, ну, типа, когда-то они что-то значили, типа, 486, там, от 586, очень сильно отличались, да, а сейчас, мне кажется, они почти ничего не значат уже, как-то так. Ну, как, сейчас все смотрят видеокарту, типа, системных требований. Я просто тоже не знаю, когда был на компе, я такой прямо сёк в системных требованиях. Потом, когда уже стал, когда у меня не хватило нормальной компа, я стал на консоли сидеть, я, да, смотрю на системные требования, конечно, ничего не понимаю, но я вижу срачи под ними, что я такой, ну, для людей это по-прежнему важно, видимо. Ну, это для ПК-бояр, наверное, важно, потому что, ну, у меня видеокарты не хватает, что за фигня. Вообще, если на кого и прыгать, честно, не на игры, потому что, ну, типа, в сравнении с играми всё очень хорошо, тебя там, блин, трёхмерное пиздатейшее кино показывает, и это ни хрена не глючит, а потом ты идёшь, открыть две формы, и это глючит, то есть, типа... Для меня это вообще влетевшая загадка, и как мне это не объяснять, я это никогда не буду понимать всё равно, почему так. Почему так? Я могу принять ваши аргументы, наверное, я могу даже принять, что вы правы, но я всё равно буду вечно удивлён, почему вот это технологическое чудо летает, а YouTube студия тормозит, никогда не пойму. А, так мы тоже не понимаем. Тебе показалось, что мы знаем ответ, мы не знаем, ты чё? Не-не-не. Я думал, вы знаете, сука, всё плохо. Это действительно очень странно. И я одно время, я просто жил с идеей, что фронтендеры дубые, типа вот только... Я помню это время, да. У JavaScript макак всё плохо, а нормальные программисты, нет, они не такие. Но на самом деле, я ещё раз говорю, вот в десктопе то же самое. Типа то же самое вообще, хотя это не фронтендеры делали. Типа я пользуюсь из всех мессенджеров только телеграммом, потому что он меньше лагает. То есть вот они не могут, мы не можем сделать нелагучий мессенджер. То есть это вообще кошмар какой-то. Просто... А вы тут не видели, новость была какая-то, что... Блин, вот я не помню подробностей, а помню только, что какой-то чувак держит какой-то проект на компе в 80 какого-то года, там что-то Commodore 64. А, я видел, видел, видел. Это что такое там было? Ну, у него, да, какой-то старый, пристарый комп, и на нём там, ну типа вот этот, с электрической трубкой, и у него там система бухучёта какая-то для его там, то ли парк, то ли что-то такое, ну типа Wildlife Park. И он говорит, а что, работает? Типа, что это? И он ещё говорит, типа, я его включаю и сразу делаю то, что мне нужно, типа, нет загрузки, типа. А современный комп ещё грузился бы в это время, пока я уже всё сделаю. Вот. То есть он ещё и включается очень быстро. Ну, про игры, кстати, я неправильно сказал, ну я сказал, что у нас нет ответа, ну конечно есть ответ, потому что играм, типа, нужно быть быстрыми, типа, потому что они продают именно скорость и впечатление, а сайты не продают. То есть единственное, почему сайты тормозят, потому что люди не захотели делать их быстрыми. То есть если бы захотели, они бы сделали. Ну ты сейчас, если захочешь, ты не сделаешь. Ну, технически как бы, да, но захочешь имеется в виду в более таком, знаешь, глобальном. Если мы все захотим, да? Типа да, 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 чтобы бизнесы там. Ну как, знаешь, вот как iPhone же начинался как? Типа, Jobs сначала первый год говорил, делайте веб-приложения. Потом посмотрел, как работают веб-приложения, такой, не я нахер, давайте нативные приложения делать. И возникла индустрия нативных приложений, но её не было же, правильно? Ну не существовало вообще вот этой концепции нативные приложения для телефона. Вот. Её создали и стали делать нативные на веб, положили болт. И Facebook тоже когда-то пытался такое сделать на вебе, потом такой, а ладно, делай нативные. То есть, ну вот, типа, они поняли, что обычным людям не очень, не получится впарить веб-приложения. Ну тогда ещё высокие стандарты были у людей. Вот. Ну и постарались. Вот. Ну сейчас как бы всё немножко скатывается. Сейчас все нативные приложения точно там же, где и веб. Типа, типа приложение Twitter для телефона без конца лагает на отрицовки Гуя просто. И ты такой, ну типа, ну это же многомиллиардная корпорация. Сделайте вот специально. То есть, им хватит денег посадить тысячу лучших программистов на земле, чтобы они написали, блядь, ебучие приложения для Twitter, которые будут не лагать. Нет. Мне тут Влад что-то объяснял. Вот выходит Flutter 2, и там он будет работать как игровой движок по этому же принципу. Типа, вот это вот рендерить всё, как игры рендерятся. И типа, всё будет ништяк. Всё будет ништяк. Это заживём. У тебя же, неважно, как работает движок под капотом, у тебя программисту реально, программисту фреймворка, который под него напишут, он такой, а нахуй мне обновлять только то, что изменилось, если я просто могу обновить всё. И он тебе будет обновлять всё. А потом ты будешь этот фреймворк, который во всех вакансиях. Это как вот у фронтендера с редаксом было, например. Он плохой, но его спрашивают везде, поэтому все его используют. И типа, и получится так, что ты никак это не обойдёшь, что ты будешь обязан делать на этом фреймворке, искать в нём какие-то хаки, чтобы вот были кейсы, где он, может, даже и не всё будет обновлять, а только половину, и бороться с этим вечно. Ну, типа, вот такая история всё равно будет. Я всё жду ещё, когда появится новый браузер, типа, знаешь, типа Google Chrome. Вот когда Google Chrome когда-то выехал на том, что типа, мы быстрый браузер, всё остальные тормозны. Сейчас уже, по-моему, должен новый появиться, который с такой же концепцией выйдет, типа, мы быстрее Chrome. А ты же читал, я даже не помню, что это было, я помню, что я читал какой-то достаточно фундаментальный труд про то, что можно забыть об идее переписать браузер, что сейчас ни у кого никогда не хватит никаких ресурсов написать его заново. Ну да, да. А он же ещё, видишь, скорее всего, он такой медленный, не потому, что он медленный, а потому, что к нему бизнес-требования сформировались не так, как они должны были. То есть он, типа, медленный не потому, что его плохо сделали, а потому, что он соблюдает правила, которые к нему сейчас выставляются, что нельзя соблюдать эти правила и быть хорошим браузером одновременно. Ну да, да, да. Не, ну как бы всего есть причины, просто, видишь, типа, ну, типа, всем окей. Ну, типа, никто не пытается там сделать что-то, наоборот, наоборот, все переезжают обратно в Chrome, там, дают. Электрон-приложение, это тоже Chrome-приложение, завернутое в иконку. Вот. Типа, бизнес окей, народ хавает, ну, все, зачем стараться, типа. Когда там вот Google Chrome появлялся на концепции, что мы будем быстрым браузером, он же был быстрым не потому, что там что-то, не знаю, что-то умное придумал, просто они били программистов палками, если он тормозил, как бы вот. Бизнесу очень нужно было на чем-то выехать, они решили выехать на скорости. Если бы там какой-нибудь, не знаю, Spotify, вдруг скорость как-то бы повлияла на их бизнес, да, они бы тут же мгновенно переписали бы его там на нативные технологии, он бы летал просто. Угу. Нужно захотеть. Ребят, кто-то там жаловался, что в современной разработке не хватает Rocket Science? Вот, пожалуйста, крутая новость. 3-4 декабря пройдет конференция ЯТОКС, ежегодная и самая большая технологическая конференция Яндекса для разработчиков. Формат будет необычный в этот раз. Два дня. В первый минимум по разработку. Всякие мастер-классы, дискуссии и прочее. Во второй день привычные темы. Фронтенд, бэкэнд, машины обучения, мобилки. В общем, не забудьте, 3-4 декабря должно быть капец интересно. Подробности посмотрите, мы оставили их под видео, там есть ссылка. Проходите, изучайте. У тебя не возникало вот этого разочарования мысли, что а ну все в задницу, это вообще ваше IT и программирование вообще. Вот уйду прямо, не знаю, стану пилотом самолета, пойду в Австралию учиться летать на этом, на двухмоторнике каком-нибудь. Не знаю, пойду в Берлине картины рисовать, на выставке ходить и ресторанным критиком стану, по мишленовским ресторанам пойду. Слушай, нет, не возникало, потому что, ну, мне кажется, я живу в основном за счет ощущения, что, ну, во-первых, что мне кажется, что можно сделать лучше, а во-вторых, мне хочется разобраться, как же именно сделать лучше. Вот, то есть, мне прямо хочется это все починить. Ну, как бы, мир я, не починю, я убавил ожидания, но, может, что-нибудь в своем уголке сделаю. Ну, ты же понимаешь, что это все, вот то, о чем мы говорим, это не технологическая проблема, не техническая, что она больше какая-то социальная все равно. Да, 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 да. Ну, да, но, видишь, в этой схеме тоже можно, ну, придумать, как жить. Ты можешь, например, делать продукты, у которых скорость будет конкурентное преимущество. Мне, например, было бы очень комфортно так работать. Я сейчас, как бы, встрял в это, то есть, мы делаем продукт, и, а я его делаю, как, типа, я нашел людей, которые его делают, и так иногда захожу, там, кодревью делал такие вещи, и я хотел, чтобы он был намного быстрее, чем другие сайты, аналогичные. Это тоже такой медийный продукт, связанный с отображением. Ну, все такие, ну, сейчас делаем на реакции, потом займемся оптимизацией, типа. И, то есть, ты вот делаешь на реакции эти несколько простых страниц, и они уже медленные, то есть, они сразу, с самого начала, они медленные. Famous last words, да, потом перепишем быстро. Не, так не работает, кстати, ну, то, что я понял, так не работает. Если ты сразу, с самого начала, не дрочишь на скорость, типа, потом ты ее не приделаешь, не получится плохо написан, но продукт, который писался без оглядки на скорость, не получится потом вдруг сделать быстрым, даже, там, бесконечным количеством усилий. Это прям нужно с самого начала этим заморачиваться, и не принимать тупых решений, типа. А теперь смотри, вот какая здесь есть ловушка. Ты можешь его начать делать, с самого начала, быстрым, и к тебе его не пойдет делать никто, потому что ты будешь его делать не на рыночных технологиях. Ну, выкинуть реакт, выкинуть все эти миллиард плагинов для CSS, все вот это вот вышвырнуть нахер, и сесть нативно сделать на ванильном JavaScript. И будет быстро. Ты не наймешь никого. Никто к тебе не придет. Ты наймешь людей, которые ничего не знают о программировании, потому что все, кто знают, они такие, я не буду инвестировать свои два года в то, чтобы не изучать современные технологии, которые у меня везде спросят. Я к тебе не приду. То есть вот так, прямо вот так. Ну, может быть, может быть, нет, я не знаю. У нас был вот стартап на Кложи. Я нанимал людей. Ну, Кложи вообще не популярный язык ни в каких кругах. Мы набрали, в принципе, 10 человек мы набрали довольно легко за год, по-моему. И, ну, у нас был такой вот концепт, типа мы не требуем знания к Кложи, мы вас научим. Главное, чтобы вы были нормальный программист. Ну, ничего не знаю, люди приходили. То есть, мне кажется, это миф. Думаешь. Но надо именно, надо как-то именно правильно это подать, то есть, показать, что ты действительно заморочен на скорости, и там, ну, в том числе, типа, что технологические решения, у вас нет реакта не потому, что вы его просто не любите, да, а потому, что у вас есть там вот конкретные там цели, и вы хотите их максимально оптимизировать, и это просто вынужденная мера там. Ну, мне кажется, должны, ну, я надеюсь, что есть какие-то люди, которым интересно этим позаниматься. Вот. А то, что ты там, ну, ну, господи, не поработаешь ты на реакте год или два, ну, что, ничего с тобой не случится, потом пойдешь дальше, то, что ничего не случится, я согласен, просто другие так не думают, это могут быть. Ну, слушай, людей так много, что если вот у тебя будет цель реально поискать, вот как у вас было, то найдешь кого угодно, и вообще где угодно, просто у тебя другие тоже возможности, ресурсы, цели, это такое, типа, ты берешь из того, что у тебя рядом, и тебе, у тебя выбора нет. Но если бы ты такой, я хочу найти таких людей, конечно бы ты их нашел. В любом случае, все найдутся всегда. Слушайте, вот это в любом случае для бизнеса, это же вообще прям боль. Они все ноют, что у них проблемы с поиском программистов, и отсюда вот эта идея, типа, давайте-ка захуячим вообще все на TypeScript, чтобы не нанимать настоящих программистов, а оставить только вот TypeScript, чтобы они писали нам все, потому что это дешевле. Да стоп на TypeScript. Ну, это, блин, ну, это, знаешь, ну, это средние такие оценки, ну, типа, ну, да, в большинстве своем люди так думают, поэтому, ну, TypeScript — это мейнстримный язык. Но вообще, ну, как бы я понял для себя, что мне в мейнстриме не очень комфортно, ну, потому что решения часто принимаются не из, исходя из того, что лучше, да, на самом деле, а из того, что популярнее. И, ну, это не самое рациональное решение, скажем так. Не считаю ситуаций, где популярность и часть типа этого. Грубо говоря, ты с популярностью получаешь, опять же, популярные технологии легко нанимать людей и куча библиотек. Вот это для меня тоже загадка. Зачем тебе много людей? Господи, любой продукт может написать команду из 10 программистов. Зачем? Куда тебе нанимать людей? Ну, типа, я не знаю, вот в Твиттере там сколько? 5 тысяч человек. Типа, что они делают? Меня вообще всегда удивляло. Типа, чем они заняты? А ты не работал в компаниях такого масштаба? Это офигенно, я тебе расскажу. Ты приходишь такой, раз, e-mail отправил, два отправил, ты на созвон сходил на 5 часов. Ретроспектива, дейли, все вот это, клево вообще. А потом такие менеджеры смотрят больше. Джетбрэнси там, допустим, сейчас, секунду, поможешь, я скажу? Типа, Джетбрэнси там, по-моему, 2 тысячи человек, но там хотя бы понятно, у них там 10 продуктов, да, хотя бы, а то и больше, и они технически сложные. То есть, ну, хотя бы вот эти два фактора, они не объясняют 2 тысячи человек, то есть, по моим прикидкам, это должно быть, ну, 200 человек, наверное. 2 тысячи, я все равно не понимаю. Но в Твиттер-то, господи, что там делать? Типа, они работают на какие-то другие, там, у них какие-то бизнес-то-бизнес, какие-то интерфейсы, или что? Или они сервера держат на руках, там, или как? Зато они буквально за 3 месяца пофиксили бак с тем, что кнопка читать сползала, то есть, впечатляющий результат. Ну, как за это? Ну, господи, насколько нужно времени, чтобы писать UI Твиттера? ну, месяц. Это был такой позор вообще, что за... Не, ну, вот развивая вот это все, то, что он начинает говорить. Ну, смотри, все пришли, отправил email туда-сюда, созвон, в итоге не успели сделать, таки нам нужны еще люди. Смотрите, мы таким количеством не успеваем. наверное, работает. Да. Ну, ты сейчас будешь вот собирать свой маленький стартап, или ты еще где-то поработать будешь, по-наему? Не, ну, сейчас я устроился в ROM Research, это чуваки, которые делают там Personal Knowledge Management, вот, и они в том числе спонсируют вот этот Closure UI, ну, немножко на них работаю, вот. Собирать я прям, наверное, кого-то прям сейчас не буду. Ну, короче, посмотрим, не знаю. Я не особо там Team Lead, поэтому мне это сложно. В идеале, ну, типа, на самом деле, это хорошее направление, и мне надо бы научиться как-то делегировать и находить людей и работать в команде, но пока это не очень получается. О, да, это надо, что здесь надо уметь отпускать? Да. Окей, все плохо, да. Что плохо там? Подожди, нет, все отлично. Нет, так оно же будет плохо-то. Да, ну, вот они к тебе придут, значит, ну, такие, ну, давайте сделаем, сейчас сделаем, потом перепишем, и ты такой, отпусти, да, потом перепишем, давайте все себя обманем. Ну, ты знаешь, программирование так не работает, что у тебя все хорошо. Ну, типа, нет, у тебя в какой-то момент начнутся решения, которые ты будешь принимать под давлением срок, под давлением того, что ты понятия нахуй не имеешь, как это сделать хорошо, там, под давлением самых разных ситуаций, ты принимаешь заведомо неверные решения, про которые ты знаешь, что они неверные. И если ты не умеешь это отпускать, то у тебя были большие проблемы. А если умеешь, то ты делаешь Google Chrome. С популярностью еще какая проблема, я с этим прямо сейчас столкнулся, но если библиотеку, особенно язык, который ты используешь, используют кроме тебя еще 2000 человек, то у тебя ни на что нет лип, и тебе, ты имеешь очень хороший шанс въебаться на работу, которую там, типа, пользователи других инфраструктур одной библиотечной функции решают, а тебе год надо будет ее писать, то есть вот с этим как быть. Ну, у меня здесь тоже немножко другой взгляд, на самом деле. типа, я же программировал на Кложа, сколько лет? Лет пять, наверное, я на Кложа программировал. Кложа, как я говорил, не очень популярный язык, и там, ну, библиотек не очень, то, чтобы завались. То есть, там очень много приходилось писать самим. Вот. Но решение там в том, что на самом деле многие вещи, ну, достаточно тривиально пишутся. То есть, ты не то, чтобы, там, год будешь их писать. Вот. И, ну, мне это даже в чем-то больше нравится, этот момент, потому что, ну, типа, вот JetBrains, допустим, тоже был случай, нам нужна была что-то библиотека для парсинга Tomla, да, Toml, это формат такой для конфигов, типа, достаточно простой. И вот чувак неделю искал библиотеку, ему та не подходила, та не подходила, та не подходила, и вот он пытался их заставить работать. Типа, но вроде как система есть, Java, да, типа, все есть, но вот библиотеку взять не можешь. Поэтому, ну, типа, возможность написать такую библиотеку самому за неделю, то есть за эту же неделю он мог бы написать, в принципе, ровно с теми функциями, которые ему нужны сам, если бы у него был, не знаю, удобный язык там, вот, Kotlin, мне кажется, не очень удобный язык для этого. Вот. Поэтому, это, ну, мне нравится такой трейд-офф, типа, если чего-то нет, ну, проблема преувеличена, короче, как бы, сервисы какие-то, да, базу данных или очередь, ты, конечно, не будешь сам писать, но ты напишешь, ну, если нет клиента, написать там, в ДТП клиента, это тоже два дня на это потратить. Ну, у тебя конкретный кейс, доступный фреймворк, на котором я сейчас работаю, ставься, у тебя мультилайн текстбокс большой, и тебе надо подчеркнуть в нем часть невалидного текста, этого нет из коробки, все. Ты пизданешься, у тебя, и API у него нет такого, чтобы ты мог это сделать нормально, понимаешь? То есть, а свой текстбокс, я не напишу это слишком, там же еще кроссплатформенный фреймворк, сколько мне этих текстбоксов надо написать? То есть, это больше труда, чем я смогу инвестировать? Ну, я бы, не знаю, форкнул бы и залез в кишки, ну, то есть, понятно, что API нет, конечно, все не предусмотришь, но, наверное, там можно что-то приделать внутри, я думаю. Чтобы форкнуть и залезть в кишки, надо быть неплохим C++ и Objective-C программистом, а я плохой C++ и Objective-C программист. Подожди, а что за фреймворк? Авалония, ну, типа, он же кроссплатформа. А не на C-sharp раз. Там на C-sharp все высокоуровневое, а, типа, сам-то этот, рантайм, скорее всего, плюсовый и Objective-C, Ну, может быть. А как ты его сделаешь на C-sharp? Ну, в C-sharp еще я бы полез, в C++, конечно, да, страшнее лезть. В этом смысле. Ну, на самом деле, типа, C++ страшнее лезть, потому что его потом надо собирать. Ну, то есть, я бы испугался, в первую очередь, того, что это нужно собирать, а не того, что там код поправят. Вот. Ну, код про это же, блин, C++. Ну, вот, это же вообще история с форками, что, ну, хорошо, хорошо, я программист, и я действительно могу на любом языке программирования подправить код. Но у них же, кроме того, что есть этот код, есть еще огромная куча вещей, которые тебе надо поставить на машину, правильно настроить, запустить и так далее, и это, этого как минимум делать не хочется, а в какой-то момент окажется, что ты это делаешь, но делаешь неправильно, и тебе придется идти и разбираться, как эти плюсисты все билдят, и так далее, и так далее, и так далее. Так ты еще, может, ты наставляешь до хрена багов, о которых ты понятия не будешь иметь, и только все хуже сделаешь. То есть, это не неделя работы, это очень рискованное мероприятие. Мне так прикалывает, что у вас есть какие-то, знаешь, вот эти залежи C++, какие-то древние низкоуровневые легоси, эти древние руны, в которые все боятся лезть, такие, ой, нет, пусть она там как-то сама работает. А там, кстати, не древняя, она же прямо сейчас пишется. Что же проблема? Ну, если ты проследишь там туллинг, который используется, он там достаточно древний, я думаю. Ну, типа с корнями, с историей. Еще беда, что... Ну, на самом деле, правильное впечатление, у меня такое же, примерно, впечатление. Там же еще беда в том, что весь этот код из времен, когда не было идеи писать код, понятно. Заходишь, на нахер, 10 тысяч строк, готу, и тогда он еще быстрый, кстати, в отличие от современного. Какие-нибудь пригодится профессия, знаешь, это такой... Читальщик, айтишный Индиана Джонс. Он, короче, вот будет впускаться в приключения, не знаешь, погружаться в какие-то совсем там страшные вещи, пытаться их изучать, разбираться, кисточка смахивает с них пыль. Не, я думаю, что C++ превратится в Кабол достаточно скоро. Может, вот к концу нашей карьеры это уже будет считаться чем-то типа Кабола, знаешь, будет там 50 человек в мире живых, которые могут его... пенсии тебе звонят на пенсии, там нужно поправить C++ миллион долларов, ты такой, хорошо, приезжаешь, правишь одну строчку. Слушай, разные кейсы, потому что на C++ слишком много работает инструментов, с помощью которых мы что-то делаем сейчас, и никто их ни на что переписывать не собирается. Ну, рано или поздно, имеется в виду, тут может быть... Это очень поздно. Это прикольно, что есть вот эта фигня, да, с движением технологической сингулярности, что типа... Ну, что, скоро мы не поймем, что там происходит. Скажи, расскажи, что за движение. Ну, типа, про технологическую сингулярность я все жду, когда она наступит, она что-то не наступает все. Или наступила уже наоборот. Ну, грубо говоря, если мы сейчас пойдем и пристрелим всех C++ программистов, вот она наступит. У нас будут очень большие проблемы. Но сейчас мы с этим справимся. А если мы через 30 лет пойдем и пристрелим всех C++ программистов в дом престарелых где-нибудь сидеть, вот тогда у нас уже неразрешимые проблемы могут начаться. Потому что уже сейчас пойти и изучить C++, если ты его еще не знаешь, это достаточно немыслимая история. То есть это очень тяжело. Ты сможешь его изучить так, чтобы написать на нем змейку, но так, чтобы поправить, условно говоря, гарбич коллектор C-шарпа, ты уже не сможешь, потому что это очень сложно. Ну, перепишу, но тайскрипт, че-то. Я и говорю, проблемы у нас начнутся. Я тут просто нифига себе, 21-й год на дворе, впервые посмотрел Battlestar Galactica, и там древняя планета, из которой, типа, вышли люди, называлась Каббол. Это какие-то там программистские шуточки у вас такие. Да, в Mortal Kombat еще был персонаж. Каббал, по-моему. Почти Каббал. Не, ну да, какой-то древний. Ну, причем, вроде как, не особо древний, и, типа, с ним такая штука, что он, типа, его популярность очень пропала быстро, но, типа, до сих пор дофига систем, которые якобы на нем работают. Типа, какие-то там вот банки, там какие-то системы учета чего-то, и телефоны, может быть. Ну, короче, хрен знает что, то, что обычно о чем не говорят на конференциях, типа, работать. Блин, мне так это нравится. Смотрите, вот эти вещи, они, знаете, из каких времен? Из тех, когда была идея написать что-то рабочее, типа, закончить, типа, написать штуку, дописать ее, и заставить работать, и не продолжать писать ее вечно всю оставшуюся жизнь, типа. То есть, когда ты прям... Надо, потому что интернета не было. Но ты выпускал на дисках, грубо говоря, никто бы не купил у тебя диск с патчем. Вот диск есть и есть. И мне кажется... И баги жили вечно, и ходили о них легенды, да? Да. И мне иногда кажется, что это, короче, верный подход. А вот история с аджайлом, вечной разработкой доски для перетаскивания задач, вот это вот неверный подход. То есть, тебе должны дать диск там с первой версии Jira и живи с ним. И никого не пускай ее править и улучшать, потому что будет хуево. Сначала он будет жрать 2 гигабайта оперативной памяти, потом апдейт... А это же, типа, сайт. То есть, приложение ты еще на компе можешь не обновлять до какого-то момента. Каким-то из них можно платить за то, что они не обновляются, как докеру. Докер пиздец придумал, конечно, да. Я вообще выпал. Это реальный бизнес-модель, типа, за платение обновляйся? Да. Бля, прикинь, они будут специально делать хуевые апдейты, чтобы все платили. Ну, слушай, они все... Кстати, это, ну, шутки с шутками, но была такая версия, что, например, GitLab специально выпускал, ну, типа, паршивого качества продукт, ну, типа, с багами, чтобы покупали платную поддержку, типа. То есть, они специально старались не все фиксить. А про Докер мне объясняли, что я не прав, потому что это то же самое, как, типа, Microsoft за деньги поддерживает тебе Windows XP, если ты используешь его в бизнесе. Типа, ты платишь им за то, что они ради тебя поддерживают старье. Ну, блядь, Докер, сука, вот, который сегодня вышел, я за него завтра платить буду, это не старье. Не обновляйте его вообще, зачем вы это делаете? Ну, и вот, мне кажется, что мы очень зря ушли к системе, когда мы вечно делаем приложение с, в общем-то, пиздец простыми задачами. Ну, то есть, Jira, это должно быть простое приложение, потому что оно решает очень простую задачу. Ну, типа, братан, ну, ты сделал, устраивался на работу, сделал, что-то дальше эти работы искать. Да, да, в идеале, да, я согласен, на меня тоже, ну, типа, типа, когда я еще учился в универе, мне там пока рассказывали, что вот, цикл разработки продуктов, вот тут мы планируем, вот тут мы программируем, вот тут выпускаем, ну, и там потом какая-то поддержка. Но я представлял себе, что поддержка, это имеется в виду, у тебя сидит там саппорт в Индии и говорит, какую кнопочку нажать, типа, вот, я так себе представлял, но быстро все поменялось. Я в этом смысле киношникам завидую, ну, они, конечно, перерабатывают много, но типа, вот когда фильм вышел, да, или вот тот материал, который ты отснял, ты вот типа, какой он есть, не идеальный, вот из него делай что-нибудь, а потом фильм вышел, и ты можешь вообще закрыть, типа, больше ты уже ничего не изменишь, типа, end of story, можешь, типа, move on, вот так бы хотелось. Вот в кино так почему-то срабатывает, что они, продюсеры придумают проект, собирают по нему полностью с нуля всю команду, делают, и все расходятся дальше по своим делам, искать новые команды, снимать новые фильмы. Когда такое попробовали сделать в играх, почему-то это не сработало. Ну, тоже была же идея, что давайте собираться делать игру, нанимать заново всю команду, пять лет ее делать, потом расходиться, и вы все идите делать новую игру. Потому что в кино не, в следующих фильмах не используют материалы из предыдущих. Вот, вот, и люди, которые стали там, знаешь, типа, мы делали пять лет игру, выпустили ее, студия закрылась, и мы вынуждены ехать в новый город, строить новую компанию, и вот они так, ну, ты не читал книгу Джейсона Шрайера про две книги у него, про то, как все хуево в игровой индустрии. Вот там эти печальные истории людей, которые... Кровь, пот и пиксели, вот это? Кровь, пот и пиксели, и у него еще вышла вторая, нажми, reset, который еще драматичней. И вот там про этих людей, я хочу, наверное, читал. которые как бы поняли, ты прикалываешься, которые поняли, что это невозможно, трудно устроиться, поработать, и потом опять начинать все с нуля, и они такие, мы так не хотим, мы хотим устроиться и работать, и чтобы у нас была работа постоянно. Мне кажется, все хотят, конечно. Речь о разных деньгах идет. А потом в кино же наверняка... Обычно обычный персонал, там не миллион... Ну, а там нет вот этого истории, что они там, когда в кино заходят, и начинают собирать себе бабки, и никак... Нет, это там отдельный круг людей. Слушай, если ты сейчас говоришь про бедных, которые типа не программисты, ну, вот в кино, которые вот персонал, да, то как бы бедных-то никто не спрашивает. Типа с ними все, что угодно можно делать, с программистами так нельзя делать, потому что они такие, а в играх вот так, а мы тогда пойдем не в игры, и будем сидеть в гугле, получать кучу денег каждый месяц, и нихера не делать. Я до сих пор в шоке, что игровая индустрия действительно существует с такими условиями работы. Типа, как я слышал, там очень много перерабатывают, и ничего за это не платят, всех эксплуатируют там. Но художники, понятно, художникам типа просто некуда деваться, типа когда ты еще пойдешь на программиста, ты чего не убегаешь? Слушай, а там очень сильно срабатывает эта история, бизнес очень хорошо получается, то, чего не получается делать с веб-программистами, впаривать им хуйню, что они работают за идеей, что они делают великую вещь и так далее. Вот когда просто Катя так рассказывает про Джиру, ты как бы не веришь. А если тебе игра нравится, то ты... Тут даже тебя убеждать не надо, ты сам себя в этом убедишь. Мы же все любим игры, типа, ну не все, но очень многие программисты стали программистами, чтобы делать игры и так далее. И понятно, что там импакт от работы гораздо больше, чем когда ты делаешь с Джиру, да. И вот за счет этого. Как бы... Да. Если бы меня позвали делать игру, которая мне прямо очень нравится, я бы считал, что я типа подойду под нее, я бы пошел на доуншифт, потому что, ну, блядь, игра пиздат, нихуя себе. Пошел бы? Да. Это ты сейчас так думаешь, да? А я вообще что-то с баблом историю отпустил. Типа за программирование, потому что, наконец, на подкасте стал нормально зарабатывать. Теперь можно не думать о деньгах. И если бы ты еще шоу не обосрался, вообще хорошо было. У меня знаете, какая история с законченностью была? Выпускаешь статью на Хабре, а это статья, она работает как? Ты написал ее, отдал, забыл. А там, короче, есть... Забыл, потом неделю, потом комменты еще читал. Ну, это понятно, это, конечно. Пердак подрывает, да. Но ты не, типа, не дописываешь ее. Ну, например, я никогда так статью не писал. А они, короче, мне помечают ошибки орфографические. Я не чекал никогда, мне насрать на них еще. И я, короче, выпускаю статью, и мне сто этих приходит о том, что вот там мягкий знак, или там опечатка, или что-то еще. И я, короче, не исправлял, потому что все, статья вышла, ничего нельзя сделать. Это ошибка, что ее можно редактировать. Ну, нормально, очень-очень удобно, очень хорошо, да. Мне на самом деле тоже, ну, типа, вот от блогинга я кайфую именно поэтому, что ты что-то сделал, и сразу же, типа, в течение нескольких часов получил, типа, чувство законченности и какой-то там фидбэк, типа. Ну, короче, да, что такой-такой эффект. И хакатоны мне по этому, кстати, тоже нравятся, потому что ты там херачишь три дня, и все, типа, и он закончился, и больше он тебя, ну, типа, не занимает места в голове. Блин, это вообще странная херня. Знаешь, вот идея устроить из своей работы вечеринку на три дня, и хуярить без сна и вообще еды. И ты такой, да-да-да. Звучит романтично. Ты знаешь, когда сейчас едет, давай, работай, трое суток, не спи, не ешь, ничего, работай. Я такой, да ну нахер. А когда за какой-то, типа, пацаны, давайте, фиганем. Ну, поможешь, как нам у нас тогда была идея ехать в кафе и писать статьи? То есть, сейчас оберем, понятно. Да. Ну, типа, это так клево в голову влетает идея, вот сейчас, вот... Сейчас как, напряжемся. Типа, все силы собрать в короткий промежуток времени, сделать что-то крутое и отдыхать. Ну, и получить эффект законченности. Да-да-да-да, вот этот импакт от того, что ты пошел и сделал. Сделанность. Блин... Ну, и мне кажется, еще, знаешь, типа, на самом деле, ну, типа, я про себя расскажу, про свою мотивацию. Мне кажется, что, да, эффект законченности, плюс, ну, во-первых, мне нравится программировать, и плюс, во-вторых, на катетоне все понятно. То есть, тебе не нужно там долго думать, типа, окупится, не окупится, хорошая идея или плохая, как организовать код, еще что-то. Тебе все понятно, это чисто вот максимально эффективное херачение, типа. Поэтому это, ну, это, типа, вот та часть программирования, которая нравится больше всего, и по максимуму, и по минимуму всего остального, типа, там, созвонов, координации, вот этой вот всей херни, постребованности. Ну, и тусовочность. Да, ты получаешь, как будто бы самое лучшее, что есть в работе, и выкидываешь из этого весь мусор, который... Блин, а прикиньте, так на работе работать. Слушай, типа, у тебя была бы работа такая, ты приходишь на три дня в компанию, что-то делаешь, уходишь, там, неделю, никуда больше не приходишь. А потом опять на три дня куда-то идешь, и опять вот так же. Ну, у меня сейчас похожая ситуация, я вот что-то неделю, типа, пилил какую-то фичу, там, оптимизацию, что-то заоптимизировал, и сейчас вот немножко отдыхаем, занимаюсь плагином для Sublime. Да, приятная модель. Как тебе Берлин? Что для тебя это за город? Отлично. Ну, город классный. Очень это самое... Очень прикольно. Ну, типа, я год пожил в Мюнхене, год в Берлине. И вот в Берлине все очень пестрое, люди очень разные, типа, на улице. В 10 раз больше разных видов людей, которые по-разному одеваются. Всякие вообще сумасшедшие, знаешь, там, просто не пойми, в чем ходят. Вот. И вот. Ну, прикольно. Меня отпустило, например, типа, я раньше комплексовал, что на улицу надо как-то одеваться, поприличнее, знаешь. Сейчас уже вообще покер, в чем выходишь. В домашних штанах вообще без проблем по городу гонять. А что вообще там делаешь? Вот. Я просто к чему? Я вчера прочитал статью Сергея Короля, слышал, наверное, про него. Как он ходит по Мишленовским ресторанам. Я только читаю, вау. Мне прямо захотелось в Берлин в Мишленовские рестораны. А к Москве же сейчас вроде открыли. Два, да. Ну, они были, им просто присудили там звездочки. Типа, у нас вообще не было в России Мишленовских ресторанов. Тут приехали Мишленовские чуваки такие, нате. Сразу два ресторана получили две звезды, а это, типа, капец круто. Я не знаю. Ну, я как бы не фанат такой прям суп. Ну, как бы не то, чтобы... Ну, мне кажется, Мишленовский это что-то прям такое космическое. Я бы, наверное, не пошел. Может, я неправильно представляюсь. Вот. А так вкусно поесть я, конечно, люблю. Ну, да. Тут с этим неплохо. Ну, и в Москве тоже неплохо, мне кажется. Ой, там же, наверное, с пивом все вообще хорошо. Ну, кто еще? Слушай, я бы с удовольствием поговорил, но я вот прям не гурман, и по алкоголю я тоже, мне вот все равно, что пить и что есть. Ну, я, типа, я с удовольствием пообщался, но я вообще не представляю, что здесь как. Ну, наверное, неплохо. Ну, типа... Я знаю, что в Мюнхене чуваки, которые любят пиво, не очень любят Мюнхен, потому что там у них, типа, пять пивоварен, которые все варят одинаковые Хелес, типа, и это суперскучно, типа, там нечего пить. Вот, но в Берлине вроде получше, здесь экспериментировать какие-то там. Всякие. Там, честно говоря, тоже пофигу, что пить. Мы такие, типа, вот это пиво хорошее, вот это плохое, но так. Слушай, у меня вообще большие проблемы со вкусом, они мне ничего не различают, мне все одинаково на вкус, и я с этим нормально живу. Но я вчера посчитал статью, и он такой, знаешь, он говорит, это ты ходишь как на рок-концерт, ну, как на концерт. То есть там же не так, что ты приходишь и выбираешь из меню, да? Ты за два месяца бронируешь столик. Ты приходишь, и там вот этот ужин, он у них уже за тебя все выбрали, ты просто платишь за него 300 евро за человека, например, и тебе просто приносят 8 блюд по очереди в течение двух часов. Ты их не выбираешь, тебе просто приносят то, что они сегодня приготовили, а то, что они посчитали нужно приготовить. И ты, типа, вот, и они приходят и рассказывают тебе, что это такое. И я такой, вау. Надо бы накопить не жарко. Прикольно. Мы ходили в какое-то, ну, такое, более, конечно, не за 300 евро с человек, а за 50, по-моему, было евро с человек. Ну, какой-то здесь сумасшедший японец, который тоже сам решает, что готовить с тебя. Вот, ну, прикольно. В общем-то. Ну, на самом деле, это, кстати, удобно, когда с тебя решают. Офигенно удобно вообще. Да, блин, вечно притаскиваешься в ресторан и сидишь такой, блин. Потому что я вот представил, что для меня бы это было как раз ступором, чтобы я не пошел в мишленовский ресторан, потому что это надо прийти, сидеть в меню типа вот с этим умным видом. Да, да, я пойду, возьму бургер. Возьму фенеду флэпт под соусом фламбэр. Вот это. И такие, отличный выбор. А какое вино к нему вам подать? Мне кажется, очень клевые истории никогда не погружаться во все эти гурманские хитроспретения, потому что ты так себе все просто испортишь, и потом не сможешь есть дешевую еду. А любить дешевую еду клево. Здорово, когда тебя поднимает настроение Какой-нибудь, не знаю, рандомный бургер За 150 рублей, ты такой, вот, шикарно Ну окей, тебе насрать на кухню Насрать на пиво На что там не насрать, что там прикольного Гитлер Ну лично для меня Не знаю, атмосфера, то есть тут как-то Типа в России у меня было ощущение Что все к чему-то стремятся Что типа, ну ты в какой-то гонке, знаешь, участвуешь И если ты чуть дашь слабину То ты все, короче, проиграл Вот, а тут как-то все Порослабленней, ну знаешь, там Зарплаты у всех примерно одинаковые Там, ну типа, возможности Соответственно, примерно одинаковые Все, вот, ну и все люди просто живут Наслаждаются жизнью, как бы Довольно прикольно, то есть меня здесь немножко отпустило Вот вот этого соревновательного Да, Татьяна, так точно не опишешь Трудно жить и наслаждаться жизнью Ну то есть ты так делаешь, делаешь А сосед возьми, да и купи Мерседес больше твоего Слушай, а ты немецкий знаешь? Нет, ну я попытался его подучить Походил на интенсив Но что-то осело, но очень мало То есть я прям не поговорю Слова в основном какие-то знаю Прикольно Не стремно жить в стране, где Ты не можешь ни с кем объясниться? Ну тут по-английски все очень хорошо говорят То есть, ну в Берлине прям Типа это минус, но тебе не нужен немецкий Практически вообще Единственное, иногда Ты звонишь к доктору И там на ресепшене не знают английского Вот это бывает сложная ситуация В остальном Ты просто начинаешь с людьми Причем надо не спрашивать Говорят ли они по-английски Они же сразу начинают Может ты спросишь, они скажут Нет, и ты такой, и что делать? А если ты сразу начнешь по-английски Ну они так попытаются как-то ответить Вот Ну здесь, короче, здесь очень легко С этим Но в Лондоне легче, конечно Но здесь тоже А вот эта история Из новой России Когда ты на самом деле можешь Никому никуда не звонить Ни с кем не говорить И все делать через приложение Там так же? По-моему, нет Да Нет Наверное, нет Ну то есть Ну вот доктору нужно записываться Ну типа здесь есть система электронная Но там типа гораздо сложнее Через нее записаться И потом тебе еще могут все равно позвонить Амазон здесь хорошо работает Ну Амазон типа Накликал, тебе доставили На следующий день Жалко там доктора Накликал, тебе доктора доставили Банкинг ругают Вот это вот все А, ну еда, кстати, тоже А, банкинг Банкинг Ну я какой-то там Тут хипстерский банк взял Который тоже типа стартап С приложением Вот это вот все Вот Доставка еды тоже В принципе через приложение Ну нормально так в среднем Я бы сказал Такси только дорогое Вот Такой минус Я тут смотрел какой-то сериал На Netflix новый вышел Немецкий Про то, как какой-то Про какой-то стартап У которого типа Google спиздил Вот эту технологию Google Earth Вот эта карта Все там Земный шарик Документальный? Он не документальный Он типа По реальному событию Но игровой Ага Ты сколько Google у них отсудил? И с кучи Я вот только Первую серию Начал смотреть Ну вот ты знаешь А если ты спиздил Еще и отсудил Нет, ну еще сейчас Я уверен Что если ты снимешь Что-то про то Что Google В чем-то не прав Они у тебя отсудят Деньги Я думал Что они спиздили Технологию стартапа И потом еще засудили Стартап Да И типа Это сериал Это сериал про суд Это вот они там сидят У них типа Идет заседание И они Как свидетели И как там Кто их допрашивает И вот они начнут рассказывать И типа Стэшбеки В их молодость Когда они только Начинали придумывать Эту технологию Но прикол в том Что он как бы Это же немецкий сериал А у меня Есть стереотип о Берлине Что он такой Знаешь Это вот кислотные ревы Где все там Чисто делают Только тусят И вся первая серия О том Как они на тусовках Придумут Знакомиться И придумают технологию Бегают ментов Бухают И все такое Я такой Да Тусят тут нормально В принципе Так я представляю Берлин Ну вот Ну как бы Здесь есть Как бы и такие Знаешь Чинные немцы Но их гораздо меньше Чем в Мюнхене И По зонам Как сказать Есть тусовочные районы Есть такие Так Кто-то Один человек Мне говорил А я вот Не очень в это верю К обрезной темке Пошли Что немцы Пердят за столом И у них Это абсолютно нормально Не могу подтвердить Не знаю Ну сморкаться Они не знают Он не опровергнуть Не может Он сказал Что он не слышал А ты сказал Что у них Это обязательно Обязательно надо делать Похвалить хозяев Типа того Не хочешь ли ты сказать Что твой Севедущий лжец Называешь меня лжецом Я говорил Я не очень Подоверю Оно не подтвердилось Все такое Мне эта мама сказала Ты хочешь сказать Моя мама лгунья Знаешь что делают В месте где я вырос С теми кто говорит Что чья-то мать лгунья Так Их не любят Это еще не так страшно Что делать с теми В месте где я вырос Так что не пугай меня Местами где ты вырос Че вообще Как к эмиграции пришел Зачем ты это сделал Зачем я это сделал Ваш вопрос Зачем Ну Типа Вот прям активно Хотел В Берлин Моя жена Именно в Берлин Потому что Ей нравился город Мне тоже город нравился Но может быть Не настолько Чтобы я прям Вот сорвался И поехал А так Ну в принципе Не знаю Поближе к цивилизации Наверное Нормально Ну Россия Как бы страна Третьего мира Поэтому Хочется в первый Ты давно в Москве был У нас там будущее Будущее Да Слышал Слышал Ну а потом Вот эти все Вот знаешь Нервотрепка С этой политикой Вот этими всеми Навальными Короче Да От этого и мы бы были Рады Это да Самое большое дерьмо Мне кажется У меня слишком Играничное настроение Чтобы это обсуждать Но разве вы не помните Что несколько лет назад Все вам объясняли Не надо бухтеть Никаких митингов Никаких Навальных Все хорошо будет А мы бухтели И вот Где мы теперь Ну короче Политическая штука Видишь В другой стране Что бы там ни было Там же клево Что тебя это не волнует Ну что типа Если у Германии Будет Неправильный канцлер Если не в том смысле В котором это обычно Бывает в Германии А я кстати Вот типа Когда учился в школе Типа Ну рассказывают Про историю Я Ну типа Рассказывают Первая мировая война Короче Развязана Германия Типа Ну окей Потом типа Через 50 лет Типа Через 50-30 Типа Вторая мировая война Снова развязана Германия Как опять Германия Ну что с тебе не так У какого-то комика Есть прямо Отличный разгон На эту тему По-моему Билбер Он такой Я В смысле Инопланетяне Я боюсь немцев Мы до сих пор Живем на одной планете С немцами Которые уже развязали Две войны Две Только мировых Да Еще много обычных Типа Зачем они их развязали Они хотели всех убить Блин Я так рожал Над мемом Когда Я не помню Ченова Опять какая-то Хрень На востоке Была Все-таки Типа Из-за этого Может начаться Третья мировая война И короче Германия такая Я в игре Детка Ну и как раз Одна там Тоже куда-то Какие-то войска Собралась в воде Они там В Германии Не очень любят Такие шутки Да Не знаю А ты Не знаю Что-то Не разговаривал С немцами На такую тему Блин Как хорошо Должны быть Эти шутки По-немецки Звучат Ну Кстати На курсах Короче Ну Типа У нас Сначала у нас была Какая-то клевая Душевная училка Ну Типа Ну Они же на курсах Стараются по-немецки Разговаривать Даже когда объясняют Стараются По-немецки Чтобы ты привыкал К языку Вот А потом Короче Второй Второй Этот самый Вторые два месяца Пришла более строгая Такая Знаешь Прямо Как злые учительницы Из первых классов Вот И она Короче Ну Она не то чтобы Прям злая Но она такая Строгая Типа Ну Вот то что ты представляешь Немецкая учителька Наверное Ты Слава себе представляешь Что я представляю Себя Нет Ты говорила Сразу Еволь Короче Ты спрашиваешь Что-то А Еволь В полном серьезе То есть Это невозможно Воспринимать То есть Остальные Там что-нибудь Генау Говорят Типа Или там Че еще говорят Ну короче Вот А это Еволь Ну ты понимаешь Что это просто Немецкое слово Но все-таки Трудно отделаться От коннотации У нас есть много причин Думать Что это не просто Немецкое слово Ну кстати Слушай У нас это восприятие Немецкого языка Оно тоже Вот этими нашими Стериотипами из кино Где все фашисты Которые говорят У нас Мы считаем Что вот немецкое Значит Так А я сейчас Много за последний год Посмотрел немецкого кино И сериалов Не того немецкого кино А нормально Другого немецкого кино Я уже думал Сериалы стали делать Я такой Да Слушаю Прямо Блин Так красиво звучит Язык Ну то есть У меня в голове Совсем не так А он Прикол-то в том Что он Во всех Ипостасях Красивый Он красивый Дожга А вот так Говорят Вот так По-фашистски И когда Ну то есть Он красивый Да Слушай А вот этот Подход твой Ну рабочий Скажем Да Когда ты смотришь На технологии На подходы На все И такой Типа Мне не нравится Как все делается Я хочу Чтобы делалось Это все по-другому Ну то есть И ты как бы Не отпускаешь это Не Продолжаешь Думать Что получится Сделать хорошо Те моменты Когда ты Такой Просто Живешь жизнь Вот Окружающие вещи Тебя не заставляют Думать так же Например Не знаю Вот ты Есть люди Которые Современные фильмы Не могут смотреть Типа Они все Нет Все Все сейчас делают Неправильно Надо делать Совсем Все по-другому Про игры Там Книги Стали дурацкие Вот в целом Ощущение От мира Не распространяется На ощущение Вообще Во всем Ну я вчера Выбирал Допустим Кухонный таймер И типа Сижу Думаю Господи Ну типа Почему Никто не сделает Нормальный кухонный таймер Например Вот Ну про фильмы Тоже такое бывает Но Ну типа Ну когда ты Ну как правило Когда ты понимаешь Как что-то сделано Ты видишь И о грехе тоже Вот Когда не понимаешь Наверное не видишь Ну Ну А фильмы кстати Хуже стали На самом деле Я не знаю Как бы Но типа Вот в конце 90-х Был пик кино Конечно Ну не то что пик Но качество было получше Меня так пугает Это ты про какие говоришь Ну в целом Как-то наверное Ну 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 Последнюю смотрел Кого? Дюну Дюну Да Вообще Отсо Твоих Вот мы тоже С Филом Мучаемся Этим Ну не знаю Мучаешься ли ты Меня немножко мучает Меня это убило просто Я просто Очень прямо Был на хайпе Я был Настолько хотел Посмотреть Что я Стал читать книгу И в итоге Мне очень понравилась книга Я уже там Дочитываю четвертую часть Этих всех романов То есть я прямо такой Зафанател от Дюны И вот я такой Наконец дождался Этого фильма Прихожу в кино Смотрю И такой Буду-ка я лучше молчать О своем впечатлении От этого фильма Чтобы Ну не знаю Ну типа Я очень хотел Чтобы он был хороший Я так сильно хотел этого Но я Я даже не знаю Не могу сказать Что мне не понравилось Я просто Такой вышел И Я просто Просто просидел Два часа в кинотеатре Мне повезло Потому что Я разочаровался В Вильнёве Заранее Как бы Я еще на прибытии В нем разочаровался Мне очень понравились Prisoners Sicario На Sicario Как бы На Sicario Уже были красные флажочки Так А что тебе в Sicario Не понравилось Подожди А что тебе в Sicario Не понравилось Что за красные флажочки Что за красные флажочки Ну смотри Типа Он офигенно сделан Как постановщик Постановка там офигенная Да Но в целом Концепция Типа Не оправдывает Всей крутизны фильма То есть Весь фильм В целом крутой Но когда в конце Понимается Зачем все это было И ради чего Ты сразу Так Вот Ну то есть Как бы Выхлоп Замах на 10 Удар на 2 Но сделано как Вот это вот концовка Сделано офигенно Сделано просто фантастически Мы наизусть помним этот Типа Это территория волков А ты не бог Вот кстати У меня Почему я еще и был рад Что Вильнев снимает Потому что Мне сначала не понравился Вильнев А потом Почему-то мне хотелось Пересматривать фильмы Ну потому что они очень классно Сняты и красивые И такой Пересматриваю И вот с пересматривания Они прямо открываются Например Вот Сикарио Сначала я тоже посмотрел Ничего не понял Просто набор красивых картинок А Я его пересмотрел уже раза 4 И каждый раз Я такой Все больше и больше Понимаю Вот этот замысел Такой Знаешь Вот этой деконструкции Классического Маскулинного кино Про мексиканских бандитов Где главный герой Вот это все Знаешь Постмодернистская идея Выкинуть главного героя За грани повествования Вообще То есть Тебя приклеивают К какому-то персонажу Ты думаешь Что он главный А потом понимаешь Что он никогда Не был главным героем А он просто Ни на что Они влияют И эта вот идея пошла Не знаю Наверное раньше Но прямо стала популярна За Большого Любовски Большой Любовски Это был такой Высмеющий персонаж Который вообще Ни одного решения За фильм не принял Который бы хоть как-то Влиял на историю Но он типа Главный герой Но там это было иронично А когда это уже пришло В серьезный фильм Это прямо стало круто И вот у Вильнюева В Сикарио Это ништяк сделано Подождите А все знают Про то Что есть истории Где это сделано Но это ляп Типа В поисках утравченного ковчега Если убрать Индиана Джонса То все произойдет Точно так же А ну типа да Менность какая-то есть такая Хотя это не сделали Спица Прикольно Ну короче Вот Мне кажется Ну что-то короче Меня концовка расстроила Именно потому что Типа чувак Просто хотел отомстить Типа И Ну вот тебе хочется Какой-то драмы Развития Там не знаю Чего-то там знаешь Какого Какой-то Ну какой-то такой знаешь Блин Какого-то ощущения Сопричастности Хоть чему-то В этом фильме Ты не можешь Почувствовать сопричастность К этому чуваку Потому что ты Да-да-да Потому что ты Чувствуешь сопричастность Вот этой Женщине Которая типа Из нашей нормальной цивилизации Из нормальных людей Которые хотят принести Справедливость Порядок Закон Но вот она Переходит эту черту Попадает в этот ад И в этом аду Живут волки Которым Все человеческое чуждо И они такие Типа уезжай отсюда Здесь тебе не место И типа И она уезжает И это круто То есть это Вот в том Что она уезжает Это прям Вот он и смысл Не в том Что чувак просто отомстил Да, то что он отомстил Там работает Именно как То есть это не суть Сценария Вот его месть Это сделано для того Чтобы проиллюстрировать Ее отторжение У меня просто С какой-то момент Любимый писатель Стал Кормак Маккарти И вот этот сикари Оно прямо Полностью в его духе Оно прямо такое Жут У него тоже все про это Типа Вот эта Декорация дикого запада Границы Америки и Мексики И это вот типа Ад на земле Где живут демоны И вот это прям С точки зрения американцев Типа Не-не-не У него прямо Одна из самых известных книг Это где американцы Ехали мочить всех Просто И типа демоны они Какая книга? Кровавый меридиан Это вот про то время Когда Была Американ Американцы с мексиканцами Воевали И там еще индейцы были И вот американцы Знаешь Вот эти вечные искатели Приключений Которые там Едут что-то делать Кого-нибудь помочить Они Охотились там за скальпами индейцев Потому что скальпы индейцев платили А они такие приезжают А в принципе Кто разберет чей это скальп? И просто ехали мочили Все живое На своем пути вообще Жуткая книга Макарти я очень люблю Но я не читал ни одной книги Конечно Только фильмы смотрел Но фильмы зато все По-моему посмотрел Есть по его сценариям Это Дорога пыла? Да Дорога Дорога охуенный фильм Тебе что понравилось? Я как-то короче заболел Простудой Лежу с температурой Надо думать что-нибудь посмотреть Включил дорогу И меня еще больше расплющило Я и так себе Лежал с температурой Вообще размазывал Да Хороший Хороший писатель Санцет лимит Это тоже очень добрый фильм Пиздец Фильм Концепт Без спойлеров Завязка Священник Спасает Профессора От самоубийства Профессор хотел прыгнуть под поезд Священник его Спасает И приводит к себе домой Бухать и говорить о жизни И в фильме они сидят Говорят о жизни И он пытается Типа его переубедить Не кончая жизни Звучит Заябись Оно и есть Заябись Это Томили Джонс Сэмили Джексон Играют Харизматично До невероятности Ребята сделали Мой вечер Кажется Да Посмотри Посмотри Тебе и советник что ли понравился Просто советник вообще же Уничтоженный всеми просто И зрителями и критиками Слушай Ты не поверишь Но я вот сегодня его качаю Как раз чтобы посмотреть Потому что А ты еще не смотрел Хочу Нет я смотрел Но я его смотрел В кинотеатре с друзьями И мне было неудобно Что я их туда позвал Но короче Та же херня Та же херня Потому что я уже знал Что Маккарти невероятно крутой А тут он впервые написал Просто сценарий Не по какому произведению Самостоятельно А нет Санс от лимит Это тоже было Или это пьеса была В общем неважно Я такой Это пацаны Это будет охеренно Мы просто там парами Пацаны Девчонки Все И вот все такие выходят Что за хуйню Ты нам показал А я Вау Да вы что Это просто Все на этих А тебе понравилось Полунамеки Полутона Вот этот опять Вот эта идея того Что человеческий мир демонов От него никуда не деться Я вообще В восторге был Слушай Ты кстати Вот я например Очень сильно заценил Сикарио С первого раза Но я думаю Это потому что Ты сидел И мне все объяснял Потому что ты его смотрел Уже не первый раз И ты уже научился С него кайфовать А я еще нет И ты мне доносил Это в процессе И я кайфанул И вот Дюна Я такой вот вышел И поставил себе галочку Что подожди Не делай поспешных выводов Давай посмотрим его еще раз Когда он уже выйдет И там еще раз И еще раз Я точно его просмотрю Еще раз за два дома И вот уже тогда Я буду делать вывод Понравился он мне или нет Но из кинотеатра Я выходил страшно разочарованный Конечно Я выходил с... Слушай, я начал же говорить Слушай, что это Типа я заранее разочаровался И мне еще Начиная с прибытия Мне Вильнев перестал нравиться Внезапно Прибытие Я даже не помню почему Но мне он Я типа вообще Ничего не почувствовал На этом фильме И потом Блейд Раннер тоже Просто вообще Вот Блейд Раннер Вообще я прямо Я не понимаю Почему мне все нравится Новый Блейд Раннер Он мне все нравится Ну типа Он мне вообще Максимально не зашел Он провалившийся Но никто не говорит Что он говно А он говно И как бы я не могу Объяснить почему Просто вот ты смотришь И как будто не смотрел Вообще никаких впечатлений От него нет Ну, нет их. Может, потому что, когда мы смотрели, я не сидел, не объяснял. Он в точности на той же идее. Мне кажется, у него вообще все на этой идее, он прям повернет на ней. Вот этот герой на периферии истории. Он же тоже весь блокиран, потому что этот человек хочет почувствовать себя главным героем этой истории, а ему не дают. И в итоге его вышвыривают на помойку. И что он в конце прям как-то сповернулся. Думаю, Дюни тоже будет червь главным героем. Слушайте. Честно, мне никогда не было важна сила вот этого посыла, который до тебя доносит автор. Мне скорее нравится, как он ее доносит. То есть, зная, что у него сложные посылы, ему надо донести. И мне нравятся механики, которым он делает. А во-вторых, мне просто нравится классно снятое кино. Слушай, а что при быте тебе не понравилось? Я уже не помню. Но просто показался занудным. На самом деле, типа того. То есть, мне кажется, что он зануда, короче. Я почти знаю, как это сказать. Как Нолан примерно. Слушай, а тебе Линч нравится? Линч, да, да. Но я не все посмотрел. Но то, что смотрел, нравится. Слушай, Линч. Твинпикс первый, ну, первый там два сезона. Третий я не смог посмотреть. Линч про него так не скажешь, типа, нравится Линч или нет. Линч это три, четыре, пять разных режиссеров. У него же прям периоды, они их не знают, что это Линч даже снимал. Там как работает, что мне несколько фильмов у Линча не нравится, но мне, типа, нравится Линч, и поэтому я их смотрел, еще и пересмотрю. Ну, типа, потому что мне он нравится уже. То есть, когда мне не нравится какой-то фильм, я такой, так, я ничего не понял, надо еще раз. Не, ну, Линча у него, как бы, у него очень интересный, типа, киноязык. То есть, он умеет вот именно кино сделать. Может быть, ничего не понятно, но, типа, это очень интересно. То есть, у него, внутри головы, у него интересно. Внутри головы, там, Нолана, например, или Вильнёва, мне кажется, не очень интересно. там душно 100 пудов но она очень душно такой так нужно какой-то прямо очень детализированный конструктам дня это был бы мне кажется прикольно вот дюну я все жалею мне кажется твачовский вы прикольно сняли даже с какую-либо дину скатились на этот как восход юпитера мне кажется эстетика восхода юпитера для дюды вообще вот просто шикарного подошла такая знаешь с легкой легкой ебаниной с таким как бы типа то ли серьезно то ли не серьезно что невозможно серьезно на это смотреть мне кажется может мы просто старые стали для такого фильма в принципе типа но не выстреливает она то есть мне кажется будет нам по 12 мы бы такие от рейдосы от рейдос значит артем а ты смотрел дюну ходоровского фильм да ты ешь не сняли ты чё не вот на весь фильм называется дюна ходоровского документально документально то как не сняли посмотри вот это офигенная история там прямо это самое очень интересно но вот то как описывает ее я бы конечно вот это прям какой-то фильм мечты описывают прям самый ебанутый фильм вселенной хотели снять я просто не понимаю почему они все видят в дюне ебанутую какую-то херню откуда-то у них весь этот я не знаю что какие-то все кислотные мечты какие-то хрень как почему откуда у линча тоже ходоровский хотел сделать это обычная политическая книжка это блин игра престолов в космосе почему у них какие-то мне кажется что линча друзей посади снимать и у него там будет психоделика эти последние для них бы снял эпизод друзей у кого на все ширяются этим спайсом как бы весь фильм там должна быть психоделика но так и во всех политических трейлерах все ширяются весь вот наверное из-за этого да из-за того что тебе смотрите-ка они вздохнули как песочка у них пошли видение будущего типа о давайте сделаем это психодолично там же подожди на там жизнь к эта история про мессию там что-то вот про религию это же как бы там центральная чуть ли не история не да да вот и религия политика вот это все ну можно представить себе версию в духе игры престолов я думаю да а еще кстати хорошенько подумал о том что знаете типа возможно надо подождать 2 3 потому что мне сейчас очень нравится первый эпизод звездных войн которая типа из новой трилогии не новейший новый первый эпизод но если бы я его посмотрел и не посмотрел 2 3 обрешил что это говнофильм типа он хорош что именно как завязка первый который просто эпизод 1 где на кин маленький да где окей но он хороший подожди а зачем тебе два других типа сам по себе он вряд ли был бы хорошим если бы это был законченный фильм без 2 3 части без идеи что будет 2 3 части был посмотрел такой ну типа нет мне кажется так мне знаешь некоторые фильмы дарят ощущение приключений вот он такой вот эти звездные войны я их смотрю как будто я прямо вот в поход сходил не какое-то под впечатлением я классно провел время я не знаю чего ждал серьезно наверно да если ты нашел знаешь такой типа удивите меня сделайте так чтобы я кайфанул здесь все было все абсолютно все было для того чтобы мне это понравилось я люблю или него ну реально и я люблю дюну я и я же мне мне же не то что не понравилось я не говорю что фу плохо сделано я просто не понимаю почему у меня нет эмоций почему я вышел сухим к ней блин очень сложно реально претензии предъявлять потому что я вышел с ощущением что мне понравилось все в этом фильме но мне понравился фильм типа вот мне нет претензий не могу выделить что в нем что-то не так блин на скучно ну кому он декорации вот эти там скучнейшие не знаю они там какие-то бетонные штуки настроили но типа это же скучно на это смотреть и не знаю вот я у меня такое знаешь я прямо был зол на фильм но на который последний головоломочный то время которые со временем связаны фильм чистой формы абсолютно без сути просто такой вау давайте сделаем вот эту кучу параллельных штуковых которые будут в другом пересекаться и которые можно будет в интернете схемы рисовать у всех как бы здесь знаешь тоже режиссер уже есть хорошие удачные есть неудачные фильмы вы же помните да кто снимал первую первую раздену линч так снял что открещивается и все такое и звездные войны звали снимать посмотрел на этих наявоков и сказал мне не буду как он тогда был не такой ну может конечно и смолы эти странные фильмы головоластик но его почему-то звали снимать мейнстримное кино типа вот что надо сделать мейнстрима все хорошо и мне кажется он твин пикс первый сезон вообще абсолютно нормальный американское телевидение просто чуть-чуть с придурью но еще не совсем с придурью которая началась малхолландрайве мне нравится про твин пикс что это же изначально это комедия типа они все это делали в смысле что это будет смешно а потом народ такой такой нет это 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 серьезно смысл есть и не почитали репу и переобулись потом начинался как комедии то есть там если посмотреть почти все эпизоды они ну комедийные в каком-то смысле там персонажи такие слушать а прикиньте попробую туда этот закадровый смех на наложить а твин пикс ощущение что он японский или какой-то корейский вот и вот они также снимают они любые драмы самые страшные у них все равно они почему-то очень много иронии добавляют такой знаешь детской иронии не какой-то вот нашей циничной а такой вот комичный прямо так ладно давайте вот вот этот гребаный сериал события который сейчас всех заебал а я вообще странюсь от него потому что мне бесит что он всем нравится вот а я не знал нравится он нет я просто знал что он какой-то страшно популярный просто взял и там за неделю сам популярный в истории netflix а не смотрел я вчера смотрел две серии веселье на как я не смотрел тоже ну вот я в щекотливом положении потому что про такие фильмы сверх мейнстримные принято знаешь говорить вот со скепсом тиману у меня на стены но и охуел прямо охуел если понравился да прям овоща я так вот так я батл рояль я на нем отвалился начинал смотреть и такое что-то но я думаю что очень похож все таки корейцы они гении они что-то нашли такое какой-то свой киноязык они вообще там творят невероятные вещи я давно таких эмоций от фильма не испытывал гость мне бы хотелось бы был трехчасовым фильмом не сериалом он был вообще гениальным то есть реально просто фильм берет за яйца держит и такой ты будешь испытывать абсолютно разные эмоции все они будут выкручены на 100 и ты будешь просто сидеть как на американских горках но при этом это не фильм аттракцион звучит прикольно я прямо такой вот да я теперь не знаю то есть все ты знаешь эти снобы говорят да говно какой-то мейнстримная не такой блин хуёвый из тебя снова значит хуёвый из меня снова не самый плохой а вот это как-то коребит но типа ну какая разница что там другие ну конечно есть чего отрицать самая большая ложь людей которые говорят какая разница что думают другие мои биологически запрограммированы на это мы не можем ничего поделать с тем что нам пиздец важно что думают другие типа капец важно ну то есть я не знает прикиньте какой стресс я не знаю в пакете выйти на улицу ну вот есть какой-нибудь человек который я уважаю и он например написал что говно и сериал и мне теперь стрёмненько то есть получается он про меня теперь подумает что я какой-то безвкусный чмошник не я ну я кстати ну во первых если он популярный то этого есть какая-то причина наверняка вторых на у меня нет 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 мне тоже какие-то вещи мне кажется мейнстримные нравятся нет проблем не например вином нравится вот вином я не понимаю почему все хейтят мне кажется отличный фильм то есть я во первых я не понимаю чем он хуже там какого-нибудь капитана америки во вторых я но мне нравится же больше потому что там персонажи смешные то есть я понимаю что получают венома я не понимаю на прочее получают капитана америки витам америки ничего не получать да кстати проект про стрелы я вот буквально вчера тоже опять же не вру нашел сериал который пропустил до этого причин офигенный оказался несмотря у меня вот какой-то налет брезгливости есть вот к такой знаешь линейки нескольких сериалов типа стрела флэш вот какой-то там есть канал который все снимает и я почему-то еще раз записал туда же сразу и такой нет вот короче я я тоже долго не смотрел я вообще не не осознавал что может быть что-то интересное трейлер смотрел трейлер тоже не зацепил а потом что-то и горящая посмотрел к это интервью с этом рогина где он рассказывал про фильм он же там типа режиссер каких-то фильмов вот и он оказывается неплохо рубит ну то есть он там там рубит про то что например на компьютере не все можно нарисовать какие-то вещи надо снимать живую там и так далее например чтобы что в голливуде не научились бороды до сих пор искусственные делать поэтому ему пришлось там играть в этом фильме с настоящей бородой например вот на короче я думаю чувак то что-то это но не совсем дурак до себя до этого думал что он такой типа на эту тупых вот оказался неплохой вот и он типа режиссер первого эпизода этого причина пошел посмотреть вот и оказалось прям отличная штука то есть они он очень интересно сделан то есть каждая сцена там как-то интересно разыграна и прям вот каждая то есть не так что одна на серию а прям каждая она гораздо ну типа вот гораздо разнообразнее из вот именно чувствуется задор с которой они придумывали это все то есть она прям стоит то рекомендую попробовать да вот это так классно выгод ловишь это ощущение от важности каждой сцены она уходит белую редко все реже реже ощущая джиннин ты его не не ощутишь абсолютно да то есть вот есть какой-то знаешь ну это как будто какая-то погоня за игрой вот в эти полутона и полу намеки а давайте вот здесь мы будем закладывать контекста к этого много ну кто-то как это делать только как по-разному то есть такое вот в это знаешь вкладываешь внутренние переживания персонажи и они типа где-то там в сценах живут и вот этого стало мало выкручивание каждой сцены на сто процентов такой оголенные эмоции этой сцены точно вот эта сцена про то как ты будешь чувствовать пиздец какую жалость персонажа ну просто ты будешь рыдать следующая сцена на страшно комичный это больше мест и вот такого чтобы прямо каждую сцену делать выражающие одну конкретную эмоцию такого все меньше меньше все становится немножко сложнее и от этого сложнее сделать это хорошо и у кучи народ не получается но мне кажется вильнёв не особо там что-то и вкладывает то есть я прям не чувствую что у него есть какая-то идея что хочет показать какие-то внутренние переживания то есть ну на словах звучит как бы как будто это могло бы сработать но в его случае мне кажется не работает то есть может быть фильм в котором герои всех хобби весь фильм ходят и копят какие-то эмоции да и в конце как бы нет какой-то конкретной сцены но в конце тебя груз всего произошедшего накрывает как бы но вот тот же фильм дорога который мы вспоминали это как он как-то так и происходит вот это не то чтобы там знаешь какие-то супер драмы разыгрываются лице вот но в целом те прибивает грузом но при этом вот он растянутый то есть андахи на сцен которые ну типа особо не ничего не значит но ты такой ну ребят у него гениальная основа вообще и отлично разыгран бордами серьезно не умеет делать борды вы понимаете даже мы начали с того что нам играть современное кино и полчаса нахваливаем разные эти современные кино нет я к тому что вы современное хвалите то есть просто видимо стало много выходить вещей которые кому-то нравятся а нам нет вот в этом штука и плюс это еще блокбастерная история что дюна это кино для всех кино которое делалось так чтобы понравится всем а это слишком часто провал для тех кто любит что-то особенное в кино не то что любят все ну да как пошло вот но как научились сделану как вообще возникла концепция блокбастеров они хотя блин на самом деле блокбастеры тоже были неплохие когда-то допустим первый спайдер-мен который с тоби магуайром он вообще так приличное кино на самом деле можно получить и кайфануть или темный рыцарь как сейчас уже вот от марвеловского спайдер-мен и вообще никаких эмоций не испытывал и это я пересматривал то есть недавно тоже опять же то есть это не то что детские воспоминания гурманская фигня если если ты начнешь ходить по мишленовским ресторанам ты не сможешь есть бургеры стою будешь смотреть всякие дороги то ты не будешь кайфовать марвел вот так да но при этом всегда есть шанс обнаружить себя у себя дома жутко хотят хотящим кусок белого хлеба с майонезом на днях это было это купить что я не понимаю как антон долин это делает который смотрит все и кайфует абсолютно все он просто все хвалит черная вдова как делать он берет вообще любой кино и такой феминистическая повестка в этом вот типа все это его обзор на любое кино вообще он такой вот феминизм ну и не только феминизм на имя виду он ищет вещи которые он ищет и хвалит он везде на пуска и он об этом пишет это уже другое я к тому что все равно видно что он реально искренне кайфует с фильмов про которого ты говоришь типа ты перестанешь от них кайфовать если смотришь все а он блять смотрит восьмичасовые фильмы неизвестных таиландских режиссеров суши это как я с бухлом типа мне нравится дорогое бухло очень дешевое бухло среднее бухло самодельное бухло ресторанное бухло и тогда тебя люблю все и бывает так что ты реально любишься нормально слушайте блин даже игры стали хуже вот чего говно я все я в я очень боялся что это я постарел и перестал понимать и что они на самом деле продолжают быть хорошими я просто игру для откровения я счастлив наконец-то я освободился от этого ужаса я скачал ремастер алана вейка которого я очень любил 2011 году я поиграл него и это гениальная игра я вот такой весь был знаешь сухой не получал ничего эмоций никак не мог нечего кайфануть и тут я ее врубаю такой вау это офигенская игра ну так круто сделано в ней классно вообще все я прямо с большущим удовольствием я прошел вот вот вам пожалуйста 10 лет назад сделана игра все как надо сейчас а какие какие не получается например знаешь любую игру с открытым миром если я сейчас открываю я от нее устал уже через 15 минут я включаю меня начинается какой-то окр у меня начинается тревога что в общем и она и даже если я себя заставлю него поиграть я понимаю что она по струну в общем это какой-то подожди тебе же очень вкатил red dead redemption да но и когда у меня очень надо было тысяч три года ну как бы я кстати ну я вот только начинаю я купил себе playstation вот и типа у меня никогда не было playstation и решил попробовать человек человек такое вот и поиграл spider-man которые восемнадцатого полном года и у них вышло еще продолжение типа spider-man miles morales типа не полноценного давать динам типа два раза короче то есть это типа полу сиквел полу dlc такое вот и оказалось что типа одни те же вроде люди конечно не уверен насчет одни те же люди но очень разные впечатления кучу spider-man отлично а маялс порались полное куда говно невозможно играть и они каким-то образом ну типа продолбали знаешь вот ощущение от персонажа типа ну вот обычный spider-man кара питер паркер бегает и помогает другим вот ну типа там решать его проблемы преступления останавливает еще чем и но и все у него там внутренний диалог об этом мосморались думает о себе там типа а смогу ли я там оправдать имя человека паука там отчета у меня за отношения с моими близкими и так далее не мощно посрать о супергеройскую работу вот и вот в это невозможно просто невыносимо играть просто ты думаешь что за мудак вот а spider-man отлично и вот такая вот минорная деталь меняет игры абсолютно одинаковые то есть ну типа все одинаково по механике по всему по качеству вот но вот вот минорная деталь просто меняет кардинальное ощущение от игры вот видишь а я даже не смог вообще хоть как-то хоть чуть-чуть впитывать сюжет этого spider-man потому что я такой простая эта игра хочет меня убить она хочет взорвать мне голову механически я просто не могу в это играть огромный город где каждую долю секунды что-то происходит из такой окей я просто полечу на сюжетную миссию пока ты на нее летишь тебя 50 алертов со всех сторон теперь сюда-сюда-сюда а вот еще разлетки здесь а есть что-то такое развлечение здесь а вот хочешь соревнования здесь делай то есть они придумали такие о боже мой не дай бог он заскучаясь нашей игре мы не дадим ему заскучать не за какой же кошмар я такой просто я так устал в нее играть я как будто бы прямо не мог ее пусть и знаешь как twitter было листать вот так ли я для типа решил это тем что когда появлялись новые типы заданий я все выполнял чтобы они меня не напоминали больше и потом шел в сюжетку типа дальше играть достигаем там все задания которые есть выполнил но еще мне дальше интересные эти по инсайд про от этого спайдермена типа вот если бы супергерой действительно существовал типа как бы он вел себя в реальном мире такое летишь ты куда-то такой а здесь кого-то убивают они я занят типа я там хочу в записи слетать и просто просто позабил хуй типа и полетел вперед по своим делам вот как-то так это бы и выглядел видимо да и об этом вот я думал заше всего да вот гендизайнерская нерешаемая задача сделать игру про супермена казалось бы классный персонаж культовый многомиллионный персонаж давайте сделаем про него игру почему про него до-сих пор не��но ничего нормальным сделали невозможно это самые сильные самые сильные существо во вселенной как ты сделаешь игру в которой тебя должны постоянно тебе бросать вызов без третья по сам если ты бессмертный если у тебя невероятные возможности и почетныйers again superman странный персонаж и поэтому ты дилеммы должен разруливать, типа. Да, и, возможно, вот это было бы решением этой игры. Постоянный выбор, типа, моральный, чего делать, куда вкладываться своими возможностями. Кого спасать, а кого нет, да ты чего, это всегда будет в депрессии. Ну, вот в фильмах-то оно так работает, типа, в хороших, там, в темном рецепте Бэтмен делает выбор прямо. Вот он, типа, из плохого выбирает, и хоть он и сильнее всех, он ничего с этим не может сделать. Ну, игры про Супермен так и нет. Он появится персонажем, в какой-то игре. Ну, Injustice это файтинг, это вообще, это не то, это же какие-то сюжеты. Слушайте, а кто не делал такую роль? А у меня сюжетка, погоди, там, как раз Супермен становится злым, нормально. Вот, вот. Типа, видишь, его классно делают злодеем. Тут будет еще игра про отряд самоубийц, там тоже Супермен будет злодеем. Неуязвимый злодей, отлично, вот это супер. Неуязвимый герой никуда не годится. Никто не делал иронию такого масштаба, что ты берешь и снимаешь кино, где, короче, главный герой просто, ну, то есть, появляются какие-то враги, и главный герой просто идет и убивает их. Хуярит. Ну, просто он намного сильнее, чем они. Любой фильм с Шварценегром или с Тейтхеном? Нет, ну там есть типа вот эта сценарная хуня. По-моему, есть мультик One Punch Man, по-моему, про это примерно. One Punch Man. Это аниме какой-то? Не смотрели? Да, да, да. Ну, там, я посмотрел, типа, одну серию или две, но, как мне объясняли, там сюжет, например, такой. Чувак прокачал свой панч и потом мог убить кого угодно с первого удара. И, собственно, там весь мультсериал про это. Я не понимаю, в чем там сюжет, потому что я не посмотрел, типа, но вроде как про это. Ты, конечно, звучи как Доктор Хаос просто. Ну, с Доктором Хаосом, и вот с фильмами, ну, прошу, Варценеггера, в чем история? Там есть яма. Какая? То есть, тебя часть серии всегда или фильма пытаются убедить, что у него не получится. Что он попадает в яму, все летит к чертям, и ты думаешь, блядь, на этот раз Доктор Хаос не вылечит. И даже, там, в трех сериях из тысячи он не вылечивал. И вот, и он выбирается из этой ямы, такой, фух. А, короче, снять, где нет ямы. Где Шварценеггер, у него никаких проблем на дороге не было, никаких сомнений. С самого начала знал, в чем проблема, и как ее просто пошел и захуярил. Что-то такое было, да. И чтобы злодеи не такие, типа, хо-хо, мы тебя уделаем, а чтобы злодеи тоже понимали, что он сильнее. А, слушай, а вот Джон Уик, мне кажется, был на этом построен. Типа, они пришли такие. И знаешь, какой еще был недавно? Nobody. Вот Nobody, вот полностью такое ощущение. Там чуваку вообще ничего не страшно, и он реально сквозь всех, как нос через масло проходит. Но мне, кстати, это не очень... Ну, типа, это не очень рабочая схема, чисто драматургический, типа. Не интересно смотреть. Она одноразовая. Вот Джон Уик не сработали ни вторая, ни третья часть, так для меня. Вот первая часть, знаешь, классно. Вот они такие пришли, какие-то просто гопари, и убили его собаку. И он такой, ну все, пиздец. И такой начинает, типа, знаешь, там раскопают оружие. И ему злодей звонит такой, пожалуйста, не делай этого. И типа Джон Уик такой, я иду. И он такой, кладет руку и понимает, что ты его сын, все, пиздец. Ну, типа, не защитить уже. И он говорит, сын, все, ты труп. И Джон Уик идет за тобой. Ничего нельзя сделать. Да, и все, все злодей такие, просто нам пиздец. И он просто идет и всех убивает полномерно весь фильм и мстит за собаку. Но это смешно, как, типа, вызов переосмысления вот этой драматургической хуйни. А он был как переосмысления немного. Как черный квадрат. Как черный плащ. Продолжение следует...